Так вот, когда прям раз смотришь, и вот когда, так, конечно, нагляднее показать, чем... Раз, два, два, три. Ты имя-то смотри, да? Ростислав. Не, это Ростислав. Ростислав. Не, ну все равно. Баба, то есть, кей будет Ростислав. Пойдет. Да, но мне это не особо Ростислав. Пойдет, пойдет, а Ростислав пойдет. Чувствуется, что душа книжная у тебя. Книжная душа. Это Колыма, там, где я тронул. А здесь не написано, это издание-то. Постой, там, наверное. А, вот. 2003 год. 2003? Ну, они свежие, 16 лет. До нормального. В 2003 году, что у нас получается, Новый Завет? Играйте, тихо, да? 2003 год? Да. 2003 или 2006? 2005. Ну, это получается почти одно поколение. Новый Кославский. А это, там много на Колыме, Игорь, китайцев? Нету вообще никаких китайцев. А еще нету? Они не хотят на Колыбу. Что они хотят? Кто хочет на Колыбу, выходи по одному. Там как, резко континетар, да? Тут у вас момент наступит просветление в уху. Резко континетар, Николай. Да, там резко континетар. Ну, смотрю, там лебеди, они туда на зиму улетают? Да. Как на зиму, ты что? На зиму летом? Летом, конечно. На зиму ты дал. Кто ж туда на зиму улетает? А Колыма, это же Магадан, да? Ну, конечно. Магадан. Конечно. Там все наши репрессированные. Будь проклята ты, Колыма, что названо чудной планетой, Сойдешь потихоньку с ума, Оттуда возврата уж нету. Семьсот километров тайга, Там больше, чем семьсот, Где нет ни жилья, ни селений, Машины не ходят туда, Бегут спотыкаясь, Амини. Я знаю, меня ты не ждешь, И песен моих не читаешь, Встречать ты меня, не придешь. А? Нет, они бесплатные. Они в основном для тех, кто распространяет слово, для тех, кто... А что там за природная вещь? Смотри дальше, там показано. Для своих. Смотри, рассады капусты. Готово. Да, это кому-то садили. Да, это 66. Там вырастает, выспевает? Там, да, вырастает. Это один район всего в Магадане, около Колымы. Сохос-Реген. Угу, Сохос-Реген. Там такая долина, где-то, наверное, в километр, может, больше. И в этой долине вдоль реки, как Нил, высаживают. И там картошка успевает, капуста, да. Ваша родина? Нет, это не моя, это Марина родина. Моя родина. Моя родина, Сибирь, необъятно велика. Что жених так богатырь, а не гестая гадка. Геннадий Тихонович раскинул ролик Попова, Попов. Да, да. Посмотрел с Барнаула, да, Ладон. Да, Попов Ладон. Попов Ладон. Кстати, у нас Барнаула просмотров очень мало. И, кстати, 14-го года ролик. Игорь Третьяков пришел через него, в наш общий. Но вы видите Игоря Третьякова, вы не знаете. Очень брат интересный. Он сейчас, представляю, какой он потерянный, бедняга. Он сейчас с женой и с детьми в теплых краях, нежит брюшко. Да, Олег, это основано. Он сейчас новое брюшко пустил. Не знаю точно где. Ну все, можно помолиться. Так, давайте. Во имя Отца и Сына, теперь в Духа. Благослови. Вояга, не крещающийся Тебе, Господи, Троическое вися поклонение, Родители Бога, свидетельствовавшие Тебе, Возлюбленного Тя, Сына, именуя. И Дух в виде голубини, Известного Ваши слависия утверждения. Я влезь, от грести Божий, И мир просвещай слава Тебе. Господи помилуй. Господи помилуй. Господи помилуй. Боли слави Господи. Значит, у нас на эту беседу. Помоги многомилостям, Господи, Чтоб еще многие люди стремились к тому, Чтобы познать Слово Твое Святое. Ибо через Него только, Господи, Будем иметь мы спасение. И через Него мы поймем, Как легко иго Твое, И благость время Твое. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Котя, молиться надо. И красиво его пускай. Так, остановились мы на приблизительных вопросах оглашенным и спрашивающим себе крещения. И тут так еще, как бы такой, сноска такая. Эти вопросы расширяются, судя по ответам на них. То есть, дай Бог, чтобы эти вопросы, когда будут вам задавать, чтобы они расширялись, Если только для того, чтобы всем радость доставить и услышать приятные ответы. А не так, как мы все время задаем расширяющиеся вопросы. Ну, скажите, а читаете Слово Божие? Читаем. Начинаем расширяющиеся вопросы. А Ветхий Завет прочитали? Нет. А Новый Завет прочитали? Нет. Выборочное. Ну, Евангелие дочитали. Матфея только. На него закончили. А представь, так с радостью, когда... Ну, а вы читаете Слово Божие? Я прочитала всю Библию 77 книг. Первая книга Бытия. Вторая книга Исход. Третья книга... Какая? Тавитов. Тавитов. Левит. Левит. А третья? Числа. Четвертая. И пятая, последняя книга Торры. И которую евреи очень любят. Торрозакония. Торрозакония. Вот, хорошо. Хорошо. Дальше перечислять не будем. Но их всего сколько? 77. 77. А Ветхого Завета сколько? Человекового. Очень легко считать. Если 27 книг Нового Завета, а у нас 77, то значит всего 50. А вот здесь от их Ветхого Завета всего 39. И плюс 27, получается 66. 66. У протестантов, да. 66. Не туда и не сюда. Прям 66. Ну, никуда не идет. Хоть бы 67-ю такую поставили. Да, да. Ну, кстати, многие протестанты читают, и эти книги тоже читают. Я слышал там о спорте. Тут о спорте мало что есть. О спорте в книге Макалейской очень хорошо написано. Первая глава там ведет, что по призыву бросаемого диска приходили. Ну, знаете ли, что такое призыв бросаемого диска, да? Нет. Ну, диск как бросали, я знаю. А призыв? Призыв. Призыв. Так, а это было одно из первых упражнений, когда кто дальше бросит. И все один пришел, такой рот разявил. Шел крестьянин там или пастух, овец там пасы. Вдруг увидел, кто-то бросает. Один бросает, другой встал, рот открыл. Потом побежал и говорит, слушайте, они там диски бросают. Один бросил дальше, чем другой. Да вы что? И забросили работы, пришли мужики эти, ну, греки, сели и смотрят. Давайте еще бросайте. А те просто баловались, пацаны. Баловались, баловались, и давай там деньги давать. И вот так получился спорт. За что? Посмотри, кто дальше мячом буцкнет, что ли? В Париже сразу. Слушай, я на это... Что за дурь, непонятно. И главное, с таким важным видом это делают. Подойдет к мячику, посмотрит там еще что-то. Тут такой тоже стоит вратарь. Такой шопка. На исходное приготовленное? Да, все, такие серьезные. Отходит. И побежал на поле работать быстро, копать картошку или еще что-нибудь. Нет. Бум, по мячу и все. О-о-о-о. Кричат. Чего кричат? Кошмар. У меня Марина работала. Прямо в стадионе «Динамо» был этот магазин встроен. Сейчас там его уже нет. И я туда за ней ходил все время. Когда вот эти матчи, она звонит и говорит, приходи. Тут невозможно. Мужиков столько вокруг. Они вот все ходят, ходят. И у них магазин пытаются через этот магазин. А у них дверь здесь наружу, прям крыльцо, прям забор. Поднимаешься на углу, где Горького и Никитина. Вот у них тут магазин. И заходят пацаны и все. Ходят, ходят, ходят. Потом и туда-туда, к двери-то, к черному ходу. Куда вы? А там у вас все ничего нету. Там у нас склад. Куда вы там все? А потом поняли. И начали, когда начиналось футбол, закрываться. К ним ломятся там. Мы хотим что-то там купить. А сами зайдут и к черному ходу опять. И вот идешь, и издалека, вот как говорится, сборишь скопище людей, как море. Вот Господь под словом море ставит синонимом людскому волнению. Или суете людской. И вот это так. Идешь, идешь, издалека еще начинается. Ближе, ближе. Прямо вот так вот. Вот как они кричат. И вот это, как будто скалы бьется, действительно, прибой. Вот такой, как даст. А когда ближе подаешь, чувствуешь, что чернораздельное что-то. А до этого непонятно. И я тогда, ах, вот оно как. Я крепко-накрепко тогда запомнил. Правда, как море. Страшно так. И все ревут. Все что-то сильно не откидывайся. Да, тут все очень такие, очень стульчики. Хотят или легкое, ничего. Поэтому. Море. Вот оно. Этот шум, как море идет. Итак. Пришли. Ну вот здесь они кидали, да? И они потом вокруг трибуны так выстрелили, да? И началось. Ну, да, да. И все. Ну, и вот они. Ну, я уже все рассказал, что там дальше уже. А там будут другие. Там начали на коньках бегать кто-то там. Кидать какую-то консервную банку. А туда и начали. Люди остановились. Праздные люди-то. Ленивые. Остановились и смотрят. Куда смотрят, непонятно. Кто дальше бросит. И вот они все теперь. А потом дальше певцы там. Кто-то вышел там. Кто-то там. Кто-то. Оп, сели вокруг, начали слушать. Да, слушали все. Ну, конечно. И я говорю для них, пророк. Как забавный гуслец. Гуслец. Ну, то есть играю так. И все приходят, слушают меня. Ну-ка. А танцевать уж. О-о-о. И все. Ух ты. А исландские как танцы? Ну, они. Вот эти ногами. Чук-чук-чук-чук-чук. Трум-пум-пум-пум-пум. И все залы собирают. Десяти, двадцати, там больше тысячные. Все сидят, смотрят на них. Да, уже как зомби. Ну, и вот они ножками подрючили, посучили. Попрыгали сами. И потом они, ну, запыхавшиеся немножко, такие разгоряченные, ушли за кулисы. Народ сидит. И что? Ну, и что произошло с тобой? Ну, они кушать захотели. Здесь хлеб. Ну, что? Ну, и когда выходит человек проповедовать, Библию просто вот так вот даешь им, ну, вы видели, Евангелие, не берут. Бесплатно даешь. Ну, а ты почитай. Мне зачем? А почему? Потому что они ножками посучили, гуслец попел, эти покидали шайбу. И ты пошел точно таким же, какой ты есть. Еще хуже стал. Завершенно. А когда тебе Слово Божие начинает говорить, ты должен меняться. Оно тебе говорит, как бы, Слово Божие. Ты открываешь, а там написано, для тебя, дурака, как дурака, да, для тебя не учат. Я говорю, покайся. Ты живешь неправильно. Не хочу я это читать. Что это такое? Как это неправильно? Совесть начинает. Совесть начинает сразу. И у меня вот был брат такой, в Бийске жил. Он пошел там к протестантам, дали ему вот это гидионовские братья. И он, прежде чем повеситься, он взял и вот так вот оторвал корочки, оторвал. Мать потом после этого побил. Я потом посмотрел, у меня сейчас это Евангелие хранится, на какой он порвал. Ну, он дошел всего лишь до шестой главы Евангелия от Матфея. Нагорная проповедь. И на ней кончился уже. Она его обличила напрочь. И там буквально прошло немного времени и повесился. Я потом приезжал и мне там, ну, говорит, бери там какую литературу. Я набрал там книги какие, смотрю Евангелие. А это что? А это, говорит, он принес, говорит, вот так швырнул, говорит, это рассказали родственники. И матери говорит, чтобы я еще взял и Бога хулил. Вот чем заканчивается все это. Вот оно какое, Слово Божие. Оно так пробивает, что... А почему? И он правда плохо жил. Очень был нехороший парень. Вороватый такой и... Ну, ему бы еще надо было больше. Блудоватый. Дальше. Пересилиться. Так это надо пересиливать, конечно. Потому что лукавый сразу здесь тебя опа. Главное, Господь ни разу мне не дал с ним встретиться. Соливаешься. Не ходивайся дальше. Ну, написано же, люди возлюбили более тьму, нежели свет. Он возлюбил более тьму. Вот и все. То есть ему это противно все это. И поэтому вот хотелось бы, чтобы вопросы, которые начинаются по ходу их ответов, чтобы самому и спрашиваю были приятные. И чтобы те... Когда вот на экзамене сидишь и билет... Помните, как это? Билет. Раз взял. Еще. Себе. Не надо. Вот так же тоже экзамен, когда идет. Раз, билет взял я. И уже по глазам. Что? Может быть, другой хотите взять? Обычно спрашивает экзаменатор. Ну, как бы... Ну, давайте. Какой другой? Все. Можно первый? Вот этого не надо. Не должно так быть. Вот мы с братом тут проходили вот эти вопросы. К примеру, глядей. Вот первый вопрос. Расскажите о своей вере во Святую Троицу. А теперь под вопросы дальше идут. Кем для вас является Иисус Христос? Ну, то есть, Святой Троице сказать. Святой Троице сказать. Ну, легко же сказать, когда ты верующий о Святой Троице. Вообще, можно очень много говорить. Меня эти вопросы вызывали вопрос. Ну, ну... Тут даже очевидно все. Ну, конечно. Вот очевидно и нужно говорить. Зачем эти вопросы задают, когда это все очень... А потом под вопросы глядей. Кем является для вас Иисус Христос? Это вообще немыслимо, если ты не имеешь рождения свыше. Почему испрашиваете себе крещение? Подробно о причине, когда это желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли оно. Почему подробно? Почему тут написано так подробно? Вот это потому что составлял рожденный свыше человек. Это... Ничего не стоит об этом рассказать. И когда ты рассказываешь об этом, глаза горят и в камере все видно. Понимаешь? Что человек рассказывает, зная. Он брат что-то хочет. Я пример хотел представить. Давай. Лена задает вопрос, почему именно надо... Такой, вроде, простейший вопрос от Святой Троицы высказать именно своими устами. То есть исповедует. У меня пример был. Мы ходили с благовестием по деревням, когда ходили, разговаривали в ангеле. Вот я в дом стучусь, я не помню, с кем я в паре ходил. И женщина выходит. А был как раз день Святой Троицы. И я говорю, она такая, с праздником вас, я говорю, вас, спасибо Христову, я говорю, вас тоже с праздником. А вы говорю, знаете, что является в Святой Троице? Он говорит, да он знает. А что? Ну, это Иисус Христос, Богородица, и Николаевич Дотворец Грех. Все легко. Вот и все. А я начал объяснять, что есть сама Святая Троица, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. И там дальнейший начал проповедовать в Христе. Бог едим, и нет у Него сотоварища. Скажем. Только послать. Вот почему и задаются эти вопросы. Ну, это обычно с Икона он взял, потому что у Икона стоит, вот, Богородица, Иисус Христос, Богородица. В машинах это все куда-то? Ох ты, ребята, кому-то надо убрать. Давай, наверное, я. Да, Сереж. Это уже твоя машина. А, это сейчас. Ко мне поставь, сейчас, Сереж, сейчас выйдут. А сколько там? Если он, пусть она нам ближе к жорбе, к автобусу подожмется, то мне встать некуда. Сейчас он, наверное, выходит. Какую, Глаз? Сейчас, да твою, твою, конечно. А мы не видели где-то? Я не видел. Ну, вы, наверное, к гаражу подъехали, к его. Ну, там, сугроб, я прям к сугробу. К сугроб, да, да. А ты не вот так подъехала, а вот так? Вот так. То есть, вот так дорога, а я вот так. А, ну, это нормально. Сейчас у нас, видите, как замело все. И даже встретиться просто очень сложно. Потому что, допустим, у нас там в храме так хорошо, да Господь сделал. Благостно как. Даже такой зимой и, ну, правда, вот брат чистит. Дали ему такую машину, попробовал. Кстати, наладил машину-то, нет? Нет, Андрей же болеет. А, Андрей заболел. Он же простывший. Надо помолиться, а то мы сегодня молимся. Я говорю, ну, и те, Господи, кто заболел, мы не знаем. Сейчас надо аккуратнее быть. Видите, какой-то новый коронавирус пошел. Девять человек умерло в разных странах уже. Начался с Китая. Вот что значит теплые страны. У нас пока мороз, никакой коронавирус не дойдет. То есть, мороз это неплохо. Начинаешь это понимать, когда вот эти вот начинают вирусы, кто-то умереть начинает, чумы, там всякие оспы. У нас никогда ничего этого не было. У нас оспа только и чума живет до первых морозов. Как первый мороз все замерзли и все. И у всего оспы переносили. А почему? Потому что чума это переносить и были крысы. Вы знаете, да? Ну, смотри. Откуда чума? Чума пришла из Африки, там, из Азии, оттуда вот. На кораблях купцы завезли в Геную, говорят. И из Геную пошла везде. Ну, по товару там и так далее. По воде она, почему? А? По воде. В смысле, что по воде? Ну, как там чумная палочка? Да что ты, какая чумная палочка? Крысы, переносчики, крысы. Крысы, крысы, сами переносчики, они не заболевают, а у них кровь зараженная. А блохи местные, они крыс покусывают. А потом блохи прыг, 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 а полы были земляные. И человек проходит, он отчек его блохами. И человек кувырк, и начинает болеть. И никто не понимал, откуда он. И думали, что крысы виноваты во всем. Крыс начали истреблять, а все равно чума-то есть. А кого-то булочка одна укусила и пошла. А она еще может передаваться же ей от прикосновений, вот этой гноя там и так далее. И вот так вот, пока я дошло до людей, что нужно бороться-то, вот с чем оказывается. Кровь заразилась крысиная, от того, что нечистоты и так далее. И начали тогда... А крысы прям бегали, нечистоты выливались на средние века на улицу. Бань не было, не мылись. Полная антисанитария. Тогда уж поняли, что надо делать. Вот эти большие широкие шляпы мушкетеров, все ими восхищаются. И все, вот как хорошо на солнышке. А это не от этого. Это когда ты по городу идешь, на тебя вывели в помои, чтобы тебе сразу на уши не палилось. Хотя бы, чтобы через шляпу вот так вот. Да, вот такие большие. Да, вот для чего. Ну, конечно, они почему шляпы говорят, потому что они не мылись, чтобы все это скрыть. А русские говорят, русские там нечистые варвары, как раз самые чистые были. Еще и баня была, и веники, откуда-то придумали русские. Да, да, это все от того же. И вот, почему и спрашивайте себе крещение подробно, когда желание появилось, уменьшилось ли оно, твердо ли. То есть, ты вот сейчас с нами разговариваешь, что ты действительно хочешь креститься? Или думаешь, мы тебя тут допрашиваем, как фашисты, а ты партизан? Не буду тебе говорить, кто троица. Господи, Господи, никогда не скажу, кто такой Иисус Христос. Не услышите от меня ни слова, вражины. Подобные ролики я видел в интернете, сейчас немножко приведу пример. Смотрел, там один православный наш, ну такие, как говорят, с капустой в городе. Почему-то он оказался в биле в руках. Ну надо же так. И попал именно к каким-то 50-никам, их видно, что. Он говорит, ехали в одном, то ли в автобусе, то ли в поезде. И они начали проповедовать, протестант, кто-то вышел, начал проповедовать о Христе. А он стал, говорит, я, говорит, вам запрещаю, вы не имеете права говорить о Христе. Вроде бы, вы с сектанты. Вот, они его пригласили к себе в общагу, они вообще где-то вдвоем жили. И решили заснять их беседу. Вот он там. Их беседу. И начинает, да, их беседу. И протестант его сциклет местами писания. Так, 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 вы там православный. Я сам был православный, там, в храм ходил, там, наисковать, все это, он приводит пример, как отрицательно, что все, был неверующий человек. А тот сидит такой, ему сказать нечего, потому что, во-первых, он неподготовленный был, и, во-вторых, пошел один туда. Зачем он, как говорится, потащился туда один? Победите, да. Придите вот так вот, чтобы сказать, и дураки же вы все. Да, да, да. И такой сидит, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Только сидит, зажался. Ну, попы точно так же тогда начинают протестанты места писания говорить, а не только от бесов, от бесов знания писания. Знания надмивают, у нас любители один есть, ой, знания надмивают. А без знаний ты как хуже канализационного люка. Ну, не так они крестятся, они вот так крестятся. А, ну да, 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 это я уж, простите. Так это бесы радуются, даже я не хочу повторять. Причем, заметьте, Путин в начале своего становления четко крестился. Теперь начал как патриарх. Вот сюда куда-то, вот так вот. Какую-то кривульку такую. Ему сказали, эй, ты православным становишься, аккуратней. Да вы что? А что сделать, чтобы не быть православным? Вот это и фигушки тут, четки, как патриарх. И все нормально будет. И он, и он, что-то там. Я тоже не понимаю. Я вот это, я сейчас книгу читал, Марс и Сатана. И там у, даже у капиталистов, молитва отче наш извращаются под себя. И да будут доходы наши больше, чем там у тех. И так, ну то есть, молитву отче наш под себя сделали. И допускай у нас всегда будет много-много хлеба, чтобы у других там поменьше было, а нам бы это все передавалось. Вот так вот. И эти сатанисты под себя молитву тоже. И не прости грехи там. И даже коммунисты там под себя. И прости нашим братьям, и не прощай никогда бужуя. То есть, все это можно делать. А на поверку, как будто ты что-то делаешь христианское. Бог у каждого своя. Даже молитвы иудейские, они которые обращены к Богу, они истинно к Богу обращены. Мы не можем сказать, что у нас как идет такое, как иудеи, ну, еврей там, жид, значит. А жид, это точно сатана. И теперь, значит, мы когда смотрим на все иудейское, это у нас как в пещере все черное. Так это первое поклонение Богу и Иегове было. И все эти молитвы, наши молитвы оттуда идут, а Боги-то. Когда мы говорим, Бог там. Мы просто слово Иегова уже до такой степени его потеряли и испугались. Что целое общество людей на этом слове себе имя сделали. Миллионы людей имя сделали на слове Иегова, которое есть в Библии. А у нас только скажи, Иегова. Марина у меня написала детскую песню. Детскую, как? Все. Он Бог Иегова, небо создал, развернул небеса. Тем же создал. Развернул небеса. Все. Он Бог Иегова. Единственная песня, где слово... Ну, если бы ее услышали православные... Да, конечно, не сразу боятся. Их бы замкнуло нафть. Они еще боятся. Иегова, ты что, игорист? Я говорю, ну, а Моисей, когда пришел, спросил. Что климата? Сущий. Ну, Сущий, а как он ему отметил на еврейском-то языке? Он по-еврейски же говорил, не на русском. А сейчас, Моисей, подожди, я тебе скажу по-русски, как меня звать. Сущий. Сущий. Ты в Сибирь пойдешь и... Ну, просто, просто говорю тебе, иегова, иегова. Это лучше выговаривается. Давай, тесущий, так в сторонку. И в скобках. Сущий. А у нас все наоборот переделывали. Сущий, а в скобках иегова. Что-то непонятно. Да как он ему сказал, иеговый или сущий? По-моему, это русские там что-то мудрили-мудрили-намудрили. Ну, там у них и так, и так вариант стоит. В разных местописаний. Да. Ну, они даже и сейчас вот тут в стене тоже постоянно сказали, что это ошибка вообще Аданай. Хотя Аданай это вообще Господь. Ну, то есть, получается, слушаешь, да, например, православного деятеля, да? Православного верующего, да? И он начинает потом какие-то, не знаю, несуровидственности, и все. И сразу к нему интерес пропадает. Вот почему Игнатия Тихоновича некоторые находят, отставляют сначала? Отставляют. Где-то что-то там такое, а потом охота еще, говорит, опять заглянул. И в комментариях. Я сначала посмотрел вас и бросил, а потом опять пришел. И теперь все время смотрю. Потому что нету лицеприятия. Вот в чем дело. Он слишком категоричен и слишком откровенен. Я когда его слушала тоже давно, несколько лет назад, я думаю, это слишком для нас, как сказать, кардинально. Конечно. Он говорит, это мусульманки, вот у нее там платье. Нет, нет, это не для нас. Я его послушаю, думаю, как Светлана говорит, ну, это не для нас. Вообще, это откуда-то, как на Луне, как для лунатиков, но не для нас, да. Интересно, да. Так это далеко было, это что-то какое-то. Таких людей-то нет. А все, вот Библию открываем, начинаем, когда ее исследовать, то оказывается, что все по слову Божьему просто, и все. Все там нормально? Да, я поставил, что-то. Он сейчас полдой поставил. Он подъехал, заехал, все. Так, видите, мы... Желание такое, чтобы когда вы подошли, и вот такого никогда не было, чтобы люди хотели разбираться до конца. Я думаю, что после вот этих бесед, которые проходят у нас, вот креститься будет очень легко. Потому что человек начинает понимать, вот будет просто беседа. Должна быть, не опрос должен быть, а беседа. Тебе просто говорят о вере, ты рассказываешь заранее. Ты все рассказываешь о себе, как анкета, коммунисты. Так, 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 это когда ты... То, кем ты, отец, кем ты был? Рабочий, мать, инженер, какой инженер? Ну, это самый низший, там, ладно, пойдет еще. Бабка, бабка, партизан была. Была, какие, где, Белоруссия, там столько предателей было. По вопросам стоит. Строй бабки. То есть ты должен... Там страшно было, потому что нужно было тебя куда-то отпустить, не отпустить, поставить на какую-то должность. А тут ты должен сам идти и расспросить о себе. Так это или нет? Да еще у батюшки там о грехах нужно будет поведать. Вот это самое... Да, сказать, а вот какой это грех? Это грех все-таки или, как мне кажется, может Господь простит там как-нибудь? Что-то может подать там? Апостолу Петру, предвернику, ключарнику, может ему там что-нибудь нужно. Просто раз, он такой... Ну ладно, положи вот этот мой глубокий кормон, бездомный. Ну давай, через маленькую щелочку просачивайся. Все же не так будет совершенно. У нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе. Представляете? Вот как Христос какой был, вот так же нужно было прийти. Вот как бы ты... Вот постоянно, когда мы чтение устраиваем в Слово Божие, я все время с детворой, ну совсем всем говорю. Нужно читать, не тарабарить, не тарабарить. Ты не проходишь тут какой-то экзамен. Каждое Слово, которое ты читаешь в Слове Божие, ты должен его пережить и прочесть. И тогда тебе Господь очень многое откроет. Потому что ты это, когда будешь читать, ты будешь беседовать с Господом. Беседа с Господом – молитва твоя. И Господь тебе открывает. Немножко, даже там чуть-чуть. И поэтому, когда Игнатий Иванович говорит, когда говорит, вы там всю Библию там знаете и так далее. Он говорит, да я все знаю, сейчас опять прочитал сегодня утром. И новое для меня высветилось. Вот сейчас я вам расскажу. И начинает рассказывать. И ты слушаешь, слушаешь, слушаешь и думаешь. Для меня это новое вообще, я не понимаю иногда, о чем разговор идет, понимаешь? А некоторые святые, когда они написаны целые книги, читаешь и понять не можешь, к чему он это все говорит. О любви Господней, о свете вот этом неизученном. Особенно этих привести, да? Медварный свет, вот это вот читаешь, читаешь, а что такое? Это его чем-то так просветило. И он пытается людям донести, а люди-то читают. И потом, нам спастись никогда невозможно. Не можно спастись. Говорят, ну это же святые, мы-то чего, мы-то вообще не... Так и ты можешь быть святым. Что-то сложно, но апостол, начни, без греха начни жить. И Господь обращается к апостолу Павелу через Господь. Целым общинам и говорит, святые во Христе, освященные, братья. Апостол Павел говорит, жало в плоть. Жало в плоть. Это считается вот эти вот самые Димитр, Александр и те противники, которые противились распространению Слова Божия. Но вот как сейчас, как сейчас у Игнатия Тихоновича жало в плоть, вот это. Они не дают ему двинуться. Ты представляешь, если бы не было их, он бы сейчас вел в политехническом занятии. Сейчас бы уже кто-то братья там делили занятия. Да-да-да, распространение. Было бы распространение на телевидении, по радио. Можно было читать его вопросы, просто читать. Допустим, вот такой-то ответ, вы такой ответ не зададите, а вы послушайте, какой вопрос. Такой вопрос не зададите. Раз вопрос, ты почитай какие-то вопросы, которые начитывают. Вопросы такие, которые у тебя ума не хватит задать. Вот читаем Библию с Енафией, читаем там шестую главу, и там написано. Вот сейчас. Глена тоже начитыванием занимается. Он, наверное, читал много. Молодец. Ты начитываешь, хорошо. Читая, читая сам, учусь. А там даже вопрос-то, там даже не знаешь, как ответ-то вообще сейчас будет. Что ты услышишь сейчас? Это не интересно, да? Ты начинаешь читать, вроде, все понятно, вроде. Тоже мог понять. Вот, гляди. Иов, 9 глава. Все одно, поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом, вдруг, то пытки невинных посмеивается. Кто это? Вы такие, Бог. Прочитали, я говорю, у тебя вопросов никаких нет. Нет, никаких. Я говорю, ну давай вот еще раз остановимся на этом. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. 21 стих. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Бог губит. Да. Если этого поражает он бичом, вдруг, то пытки невинных посмеивается. Порочного он поражает, вдруг. Вдруг, потому что он не ждет от него. Он живет всей жизнью, полной, как говорится, грудью, дыхает в сауне вместе с водкой и с остальным беззаконием. И вдруг вдохнул, а выдохнуть не смог. Все, сердечко остановилось. Вдруг. Неожиданно. То пытки невинного посмеивается. Пытка невинного? Нет, пытки невинного. То есть он думает, что он невинный человек? Нет, это он конкретно невинный. Ну то есть вот перед этим написано. Невинен я, не хочу знать души моей, презираю жизнь мою. Кто говорит? Ио. Все одно. Если этого, это, все одно. Поэтому я сказал, что он, с большой буквы бог, губит и непорочного, и виновного. Это правда. Потому что от Господа смерть губит. Ну губит. То есть ты был живой, а потом погубленный. То есть умер, все. Может даже не умер, тебя зарезали. Губит. Ты невинный. Ну ты невинный. Да, тебя волк, да. Пришли враги. Ты там встал вот так. Ну не буду там, типа, отвечать злом на зло. Ну на, получи фашист. Тебе. Или гони его. Да, ты, как будто ты фашист. Тебя раз убили. Потому что не все немцы были фашисты, но тогда и лупили по полной программе. Немец значит, а он может невинен, может христианин хороший. И так далее. То есть даже антифашист. И дальше. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмеивается. Дальше прочистим. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судьи ее он закрывает. Если не он, то кто же? Лица что? Зимы быстрее гонца бегут, не видят добра. Вот так вот. Есть вопросы? Есть вопросы, когда ты читаешь. Я бы сам что-то. Когда читаешь, ты знаешь Господа, знаешь, там. А когда... Протаратурил, проболтал. И что, смысл какой вы там? Никакого нету смысла. Можно? Говори, давай, говори. Что такое? Про святую кровати. Я потом вам спрашивала, это еще было неделю назад, когда прошло занятие. А, две недели назад. Почему Святая Троица, это именно Отец, Сын и Дух Святой? Почему там не мать, кошка, там еще кто-то? Почему именно Отец, Сын и Дух Святой? Почему Отец, Сын и Дух Святой? А этот вопрос ты задаешь не к таинству святого крещения, а к тому, чтобы познать Бога. То есть, Бог вообще существует или нет? Так вот, мы тебе говорим, да, Господь существует. В начале Он открылся, как Бог, сущий и голод, Саваоф, Адоний и Бога. Никто не думал, сколько там лиц. Но уже в самом начале, в Библии, даются некоторые намерки. Где он дает нам намерки на то, что... Не, ну, никто не знает, как лиц. Вот, гляди. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, неся, зная добро и зло, и теперь, как бы не простернул руки свои, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. Видишь? Как стал один из нас. Что такое? Потом есть еще, вот здесь в 11 главе тоже. Постепенно. Никто не понимает. Вот почему у этих мусульман, они против того, что там Аллах, Он единый, единый, а Он везде. Мы говорим, 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 мы, мы сказали, мы там. Я их спрашиваю, мы-то, чего мы, кто мы? Человеки все головой падают, не могут понять. Даже там уже что-то непонятное, хотя это совершенно не христианство, и близко ее там нету. И вот, видишь, был один язык. Двинулись с востока, ну это люди, кирпичи, и сказали, построим себе город и башню высотой до небес, делаем себе имя, прежде нежели растеемся по лицу всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню, которую строили сыны человеческие. Вот, и сказал Господь, вот один народ, и один у них всех язык, вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем, смешаем там язык их так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял, и Господь оттуда, по всей земле. Сойдем. Сойдем же. С кем они там сойдут? А все говорят, ну с ангелами, конечно с ангелами. Это можно было бы так сказать, если бы Господь взял себе в сотоварищи кого-нибудь, но у него не было сотоварища, вот в чем дело, он один, он все сам делает. Откуда нам, откуда нас? Вот если вам задали бы эти вопросы, как бы вы на них ответили? Это совсем другой разговор, я уже тебе отвечаю, как бы я отвечал, и неоднократно. Уже у нас сколько было занятий, я все время отвечаю. Вот то, что я отвечаю, это я беседую, это есть все мои ответы. А ты думаешь, какой-то другой еще может ответ, ты можешь прослушать там. Я местописание, я столько местописания здесь берем, брат еще тут сколько, примеров всяких приводим. Это как раз для этого. А вопрос задать, почему Бог Троица, это никак к окрещению не относится еще, вообще никак. Это до Крещения, до Крещения, как до Пекина, на Карачках ползти еще. До Пекина далеко, кстати. А на Карачках, через там Теньшане ты замучишься. А Троица это совсем другое. Как Троица? Ты должна ответить на этот вопрос-то, про Троицу. Я для этого тебе говорю, нужно будет смотреть Священное Писание. Я поняла, о чем она спрашивает, а Игорь не отвечает. Он и то, и все, она не понимает этого. Я про это говорю, я ей говорю, ей надо прямо говорить. Но отец есть создатель. Как Игорь понимает. Слушай, ты посмотри то занятие, где мы там были. Мы уже все ей говорили. Открывали место Писания, показывали, как Господь сошел в воду. Третья глава, шестнадцатый стих. Ты не хочешь ответить на вопрос-то? Сейчас, смотрите. Я не ответила, как я понимаю, а она хочет от тебя узнать. А, напрямую. Напрямую. Что такое Троица? Кто такие? Да. Троица. Прямо. Без цели. Троица это Бог единый в трех лицах. Трех лицах. Отец, сын. Отец, сын и дух, святой. Но я говорю, почему именно в этих... Вы не понимаете сами, о чем она говорит. Вы не понимаете, а не я. А почему она спрашивает, почему? Я-то не первый раз слышу эти вопросы. Она слово почему задает, а на него ответа нет. Я уже и говорил, нет ответа на это почему. Вы что? Надо просто верой это принимать и все. Уже это сказано давно. Вот. Вот вы теперь ответили. Я показываю не просто там. Я не просто... Я же не словами своими отвечаю. Мы же ей на том занятии уже говорили о Боге. Написано так, надо уверовать. Все. А что я могу другить? Она что думает, что я... Она думает, что я какой-то... С неба сын Божий, что там другое знаю? Вот. 3. 15-16. Ибо Иисус сказал ему во-первых, оставьте-ка, ибо так надлежит нам исполнять всякую правду. Всякую правду. Я не могу. Смотрите. Вот. Я полностью не знаю всей Библии. Даже если мне взять один стих из Библии, я ничего не пойму. Потому что я не знаю полного текста. Да а что ты его не читаешь-то? Да при чем тут это? Я же не могу прочитать его полностью сейчас, в этот один день, полностью все понять. Нет, это есть время, чтобы подготовиться. Так, подожди. Стоп, сейчас. Вы понимаешь, не начинаешь сейчас говорить, что начнешь говорить, когда скажешь. А он начинает, понимаешь. Это моя личная ответа. Я на свой вопрос, без ответа у нее остался. Сейчас я скажу тебе. Сейчас я тебе хочу пример просто привести. Нет, ну вопрос это правильно. Хочу свет. Человек никогда не понимает, он никогда не поймет. Хоть 10 там лекций проведил, он поймет, если ему, как сказать, конкретно, он в это уверовал, а потом уже вот это обрастает. А, наконец-то я понял, когда мне Игорь тогда сказал, а теперь я понял. Теперь дошло. Да не, 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 не надо тут Игорь. Это только Игорь, но не я, короче. Это совсем, да, какой-то пускай там будет массовый какой-нибудь Игорь. Я тут вообще ни при чем. Я-то понимаю, о чем она говорит, вы не понимаете. Ну ладно. Ей просто нужно Слово Божие читать. Ты вот сегодня читала Слово Божие? Ладно. Вчера читала Слово Божие? Вчера читала. А что читала-то? Ну когда начитывала, вы знаете, Тихонович, он из Писания приводил, то есть... Начитывала. Вопрос-напресс. Сама ты открывала Слово Божие, вот, чтобы подряд, ну, тебе вообще пока еще не надо выборочно читать. Ты должна подряд все читать. Подряд. Для того, чтобы узнать об Иисусе Христе, тебе... Ну, чтобы ложилось. Еще раз привожу, привожу пример, обыкновенный пример. Ты приходишь в школу, читать ты не умеешь. Тебе говорят, вот эта буква, у нас как раз и где интересно, вот это Аплос, вот эта буква А. Ты смотришь на него, допустим, я смотрю, я маленький, и говорю, а почему одна палка, вторая палка и поперечная палка? Мне учитель говорит, потому что так пишется, буковка А. А ты, ну, я понимаю, но я же не могу, я не знаю, всех тридцати трех-то. Мне вот почему вот это, и три палки? Ты должна поверить, что... Ну, ладно, ладно, буква А не будет, буква Т. А почему вот она такая, буква Т, она похожа... Она похожа на что-то похожее. На стол, на стул, на табуретку. А что, почему она похожа на табуретку? Я же не знаю всех тридцати трех, а почему она похожа? Ты понимал, поняла? Ну, вот, более-менее. Это просто нужно запомнить. Молодец, да, это просто нужно запомнить. Вот дядя Игорь, вот я, вот я просто это запомнил. И теперь всем хожу, разговариваю. А дедушка, ну, и дядя он любит. Игнатий, наш наставник и учитель духовный, он многое запомнил. Еще не расширил. Нет, не расширил. Нет, себе расширил, чтобы объяснить. Он читал еще и комментарии, не комментарии, а толкования. А потом еще комментарии. А потом смотрел на жизнь и видит, что несопоставушечка какая-то. Попы должны учить, а они ездят на машинах, короче, гонщики все. И он вопрос задает, а что они называют себя священниками, а они гонщики шумахера через одного на машинах БМВ. Вопрос задал, а другие посмотрели и говорят, а точно, у нас такой же, говорит священник, а что священник отличается. Так а тут написано, священники, они вот что делают, а они чем занимаются. И все, точно. И такой человек нашелся на тысячу лет этой церкви нашей русской в первый раз, который эти вопросы задал. Чем они там занимаются, эти священники? Их там убивают, толкут в толкушках ГУЛАГа. И он грозный там их собирает, убивает там в Новгороде, топят их там. В реформации их там кучами, во французской революции кучами. До России добрали, так вот пластали их, жильем закапывают и все. А что же так это Господь? А мы читаем его, читаем. И невинного, и погубит. Губит. А и быть неправильного, невинного посмеивается Господь. Посмевается. Это сахар. Да, нужно просто запомнить веру. Для того мы вера, понимаешь? И вот сейчас Господь в тебе, вот брат мешает сейчас. Мешает, а потом он мешает, видишь, он мешает, он давит. Ему больно, тесто, наверное, ну всему же больно бывает. Его перемололи там бедного, а тут еще вот мешают. А теперь, сейчас он туда кинет закваску и оставит это, и в тепло поставит. И оно само будет... И вот так и Господь говорит, самое... Не знаю принципа, да, как слово поднимается, но оно поднимается. О Царстве Небесном самая короткая притча. Как женщина взяла три веры муки, взмешала это все, и поднялся хлеб. Все. Все. Вот так и Царство Небесное. То есть постепенно вера возрастет, если ты будешь естественным. Подобно, понимаешь? Если ты будешь со Словом Божиим, оно будет вера возрастать. И понятие... Я обратила внимание. И в конечном итоге ты перестанешь задавать вопросы, на которые нет ответа. А, то есть не читать надо и не задавать вопросы вообще. Пока надо. Ну, конечно, такая... Но зачем тогда занятия ходить? Ты тогда сейчас будешь и вопросы, а для того, чтобы быстрее у тебя эти... Потому что... Ну, как я задала вопрос, вот все, теперь... Это не занятие у нас. У нас это не занятие, у нас это беседа. Беседа, да. К окрещению. К окрещению. Подготовительное к окрещению. То есть человек... Вот брак, он однозначно подготовленный. И поэтому вопросы эти, они к нему относятся. И он их понимает, о чем речь. А тебе еще рано эти вопросы рассматривать. Ты должна сама сформулировать, кто для тебя Святая Троица. Ты местописание... Мы тебе показывали местописания какие? Ты открываешь и говоришь, вот, местописание. Кто для меня Святая Троица. Вот то, что крещение сейчас состоится, это все Святая Троица сделала для меня. Потому что Господь крестившись, вот он показал себя. Бога Отец голос дал с небес. Его, кстати, никто никогда не увидит, Бога. Его не видно просто. Поэтому голос только услышали. И дух в виде голубини. Мы поем. Вот сейчас пели. В дух в виде голубини, извествовавшие словесие утверждения. Немая читает, Тамара, и потом Ени показывает. Это что такое тут? Известовавшие словесие утверждения. Это вот тебе как раз слово-то. Известовавшие. Явлейся, Христе Божий, и мир просвещай, слава тебе. Мир просвещай. А просвещай мир, это значит, Евгения, Владимира, меня, тебя, маму твою. Там, Ения, там, он Отец, который не верит в Бога. Всех просвещай, просвещай, просвещай всех. Я обратила внимание, что вконтакте, например, комментарий какой-то пишешь. Если пишешь от себя, даже какие-то правильные вещи, обязательно начинают нападать, начинают что-то против говорить. Только отвечаешь словом Божьим больше ничем. Все. Пропадает. Тишина, все пропадают. Я раз, два, три, от себя отвечаю. Я нападаю, нападаю. Я поэтому, я могу придумать, почему буква А, три. Почему буква А, три штуки. Я мог бы придумать, от себя тяну. Ну, понимаешь, ребеночек, это потому что как шалаш, а это перекладинка, как пол. И ребенок бы, ну, мне хватит, нормально. Но я не стану этого придумывать, потому что я понятия не имею. И откуда мне знать, почему Отец, Сын и Дух Святой. Я что, семь-пятьей во лбу, что ли? Мне Господь дал какое-то откровение невероятно. Почему? Написано в музее. Почему? Он так открылся. Да, я, ну, как говорят, Господь, я для себя, ну, как бы взял, Господь, говорит, по преизбытку любви сотворил человека. По преизбытку любви. А откуда бы, святые говорят, злотову, откуда бы у Господа была любовь, если бы не было божественной любви. Бог есть любовь, написано. А любовь, как мы знаем, бывает только между кем-то и кем-то. Так вот, внутри Господа, вот это любовь, внутри Господа. А внутри, там, не внутри, я не знаю, ну, короче говоря, в Господе, будет говорить так, в Боге. Ты знаешь, брат, еще один из вопросов, который любят люди задавать, которые тебя хотят в чем-то подцепить, подковырнуть. Они говорят, а Бог, а ты откуда взялся? Ну, это... То есть у них к этому даже понятие, что Бог везде существует, он всегда существующий, и слово сущий. Всегда существующий. Можно, как бы, на этот вопрос тоже глупо ответить, но не охота. Охота, чтобы человек читал Слово Божье, а они начинают вопросы, вопросы, и потом ничем заканчивается все равно. Человеку интересно слушать вот бредные тени. Уберу? Готово? Да, да, готово, конечно. Потом начинается это. Почему икона вот эта справа, эта слева, а бывает и местами, иначе, и все, человек ушел. Почему так, а почему это? Существенных вопросов. А зачем тогда беседы? А вот, о чем-то разговаривали? Это другой разговор уже. Беседы, это легко ответить, для чего беседы. Для того, чтобы ты видела, что люди, правда, тоже читают Слово Божье и знают его. Чтобы ты не боялась потом его читать, и что ты запомнишь, не запомнишь. У нас сейчас сестры, пошло по ветре, они постарели, или что, что у них мало ума. Я задал одной сестре, 81-й год, я говорю, ну как мало ума, я не верю в это просто. Давай это, я тебе сейчас задам вопрос, просто наводящий, и все. Скажи, кто такой Давид? Так она разревелась, устроила бучу там. Откуда ж я знаю, кто он? Так откуда мне это знать? Да я что там тебе? Где там это? Я говорю, Давид, Давид, который в Библии так, Давид, кто? Откуда я кто он-то, кто? Че ты ж, милок, мне такие вопросы задаешь? Я говорю, слушай, я тебе не поверил, что у тебя что-то с головой не то. А-а-а. А че ты тогда в храм, говорю, ходишь? В псалмы там его слушаешь? А-а-а, ну этот-то, ну этот-то, да, ну этот-то. Че так разговаривать-то, как будто ты из деревни только что выпал, как будто ты на занятия не ходила 20 лет. Че тебя до такого ума-то было довести уже, скажи мне? Кто, кто доводит до такого ума-то состояние? А когда говорили, благовестуйте людям, говорите слово Божие, рассказывайте, цитируйте. Так, садись давай, садись, мы без тебя знаем, сами уже там все делаем мы, это да, там, в автобусе где-то мы говорим, говорим. А потом бац, Давида не знаем, 81 год. А в 70 лет там выступали, терняшки рвались у меня. А сейчас все, 81 год, ничего не знает. Так еще ругается, еще ходит, плачет, вот он какой на меня напал, Давид, Давид, прямо вот так вот трясет меня, кто такой Давид, а я откуда знаю, кто такой Давид. Ходит, плачет еще. Че до такого безобразия-то доходить? Значит, не знаю, получается. Ну, а к чему речь-то идет? То есть непонятно, это уже болезнь какая-то? Я говорю, ты понимаешь, ты христианка, я смотрю на тебя, ты рядом и так далее, я хочу тебе Царство Небесное, понимаешь, что ты дам должна быть, а ты такой вытворяешь перед смертью. И че, я такой же должен балбес быть, как ты? Я не хочу этого, я хочу Бога до конца знать, и в здравом умею. Меня спросят там, мне там, пускай 90 лет развалено уже. А ты знаешь, что такое Давид? Давид это псалмопевед, царь и пророк. Все? Лучше отвечать, значит. Поистине достойно прославлять тебя Богородице, или вот так даже хотя бы. Я говорю, в машину сажусь, если... Веря, помилуй меня Божие. Ой, я срочно включаю что-нибудь, что-нибудь слушать, слушать. Даже если руки запутут. Не, ну тишина это неплохо, тишина. Начинай петь, допустим. Небо и земля, небо и земля, ныне торжествуют. Ангелы с неба, ангелы с неба не висут, и ведь благуют. Так учи. Дальше. Чтобы учить, надо сначала слышать, слушать. Христос родился. Бог воплотился. Ангелы. Небо торжествует. Басухи внимают. Небо. Станк небо, не оставляйте. Небо принимают. Чудо-чудо возвещают. Девять, ты вместе. Чудо-чудо возвещают. Там вифлеями, там вифлеями. Ты уже знаешь, не назвали. Радость и причина. Чистая небо, чистая, представь, Богородица. Нам родилась, или на Христа. Христос родился. А раньше один Бог только был. Отзнали о Духе Божьем. И говорили там, Сын Божий, Сын Божий, что-то. А никто ничего. Там, что-то, где-все. А потом вдруг раз и Христос. И мы тебе показываем первое место в Евангелии. В Писании. В Библии, во всем Святом Писании. Где Господь явил себя. И почему мы и поем. В Айордане крещающийся тебе, Господи. Троическое явися поклонение. Троическое. Родители Бога свидетельствуют, что тебе возлюблены от тебя сына именой. Вот ответ, понимаешь. И все, другого нету. Почему? Да по какому случаю? У меня дочь маленькая. Читай сейчас Библию, которую Игнать Тихонович раздал. Детская Библия. Она читает. Она говорит. Мама, почему здесь написано, что у Иосифа там что-то сделали? Сейчас не помню, какой она вопрос задала. Ведь это же по-другому все было. Я говорю, правильно. То есть она уже знает, как правильно. И она уже видит, что в книге написано неправильно. А детская Библия. А там что сказали? Пришли волхвы там. Вместе с пастухами, наверное. Я не помню, какой момент. Я просто... На самом-то деле, пастухи никак не могли быть вместе с волхвами. Пастухи были, когда Христос еще в яслих. Она знает, как правильно. В яслих лежала. А по сути пришли в дом уже написано. Это у меня просто... К дому подошли. То есть уже они в доме были. Это разные вообще периоды. Волхвы. Причем никто не знает, сколько волхвов было. Да, я к своему... Я смотрел документальный фильм о Рождестве. И смотрю, и там вопросы задают. А точно никто не знает, сколько было волхвов. Я такой думаю, правда, там не написано сколько. Но, потому что они принесли золото, ладан и смирну, как бы трое поднесли разное. Поэтому Валтасар, Мельхиор и Гаспар. А может это же до моей ему принесли? Да, сколько на самом деле никто не знает. Может их там было 12. Они принесли каждый там, допустим, по 3 килограмма золота. Трое или четверо там и трое там ладана. Ну, меры смирны. И так, ну, то есть, может быть, помаленьку приносили. У этих ефиопов, допустим, все есть. У них ладан есть и смирная, и золотая шкатулка, в которой все это было. Пастухи, получается, пришли в овчарню? Да. Они сразу не побежали. А эти уже домой пришли. А эти в дом уже подошли, да. Так что, тут такие вопросы, которые еще недавно только я не задавался. от них вопросов, ну, трое-трое, знаю трое, поем трое. Ну, подметил факт. Факт подметил, да? Факт подмечен, да, поэтому нам нужно отвечать на этот вопрос. Потому что дети будут задавать вопросы? Они же, какие-то непосредственные вопросы задавали. Между прочим, я не скажу совет. Если тишина наступает, тишина способствует молитве. Это единственное, что тебе полезно будет. То есть, не обязательно там что-то сразу врубить себе и слушай. Помолись, а потом уже можешь что-то включить. Да, да, да. Иногда тишина нужна. А еще я хочу сказать, именно вот сейчас у нас страшная непогода. И бывает такое состояние, что не надо вообще ничего врубать. Под дороги едешь там, и лучше сосредоточиться на дороге. Тоже тишина нужна. Тут молись. Господи помил, Господи помил. Не, ну, я все это... Может даже от руля не отрываться. И как написано, Ездра говорит, и я помолился Господу, да, помолился Господу, отвернулся от царя, помолился, повернулся и сказал ему. Нееме. Нееме. Почему у меня печальное лицо? Ну, а такие моменты, когда прям хочется услышать... Это очень хорошо. Да. Слушай. Я про это. Это другое вопрос. Хочется услышать и думаешь... То есть, тишины бояться не надо. Нет, не боюсь. А вот... То есть, есть моменты, когда хочется тишины. А есть, да, есть потребность. В подводу нырнешь, там полная тишина. Вот такой... Тут что-то говорят, все, ты под воду... Буль-буль-буль-буль-буль, и все, ничего нет. И ты тут начинаешь, Господи помилуй. Господи помилуй. В какой интересной среде. Господи помилуй. И хочу сказать, что в космосе легче заниматься обеспечением, жизнеобеспечением, чем под водой. Вот как Господь интересно сделал нам здесь. Здесь, вроде кажется, близко все, а космос далеко. Нет ничего подобного. Здесь близко, а не знаем ничего, что под водой 5 метров и ты не обнаружишь ничего Почему? Не наша среда это Наша среда, Слово Божие, дыхание наше Поэтому молиться должна быть всегда с нами Везде И поэтому, когда ты задаешь вопросы, читаешь, ты молись Скажи, Господи, помоги мне, Господи, помоги Я вот что-то никак не могу понять Помоги, Господи Я вот только с молитвой начала понимать Я же стою, я смотрю, такая Думаю, что-то я надоела уже, наверное, Господу Полчаса, что-то обормочу, что-то ему прошу, что-то говоришь Вот он О, ну ничего себе, начало получаться То есть до этого Как можно надоеть тому, кто вечер? Так там еще, когда молитву читаешь Там даже вчитываешь, и ты понимаешь Там даже есть ответы Ты думаешь, так, точно Или его задача для тебя, допустим Раз, действительно Почему-то я раньше не замечал Вы не забудьте, что молитвы, которые люди составляли Давид и так далее Это же не молитва Господа к нам Да, да, да Он к нам не молится Это мы к нему молимся А у людей были разные нужды Когда просто словословили Когда просили Когда взывали о спасении Там просто невероятно Когда Перед ним раскрывали всего себя Грехи свои и так далее Вот ты вот читаешь книгу Там, Господи, зачем я сотворен был Зачем там еще Зароды, что не видели глаза твои Ты уже знал обо мне Ну и зачем ты меня дальше Если я такое сейчас терплю А я-то невинен я, видишь И знаю, что ты меня погубишь Почему? Я не хочу страдать Я вот все делал для того, чтобы тебе угодить И сейчас такие страдания переношу Как бы доказывает Господу Кто-то Господь не знает А в этот момент идет борьба добра со злом И поле битвы с сердцем Иова Как потом оказалось Когда последний раз он скребнул себя этой Скребком по телу-то И вот тут на костях Плоть отлетела вся А под костями тут сердце бьется Сердце И на сердце написано Золотыми буквами Господь У него Да Ну это как бы златоуство Так вот нам рассказывает И Сатана увидел, закрылся Говорит И убежал Потому что Ну Даже Когда он все его Представь себе уже Соскоблил себя сам Не просто там кто-то Собрал А ты живой еще И сердце видно даже А на сердце написано Любовь к Господу И он понял, что не победить И Господь ему посылает Не просто облегчение Полное исцеление Еще столько живет жизни Сколько он прожил Плюс к 140 И еще дал детей ему родить Столько же Да А почему Говорит Столько же А не в два раза больше Он ему всего дал В два раза больше Там было 3000 Рублю достало Шесть И так далее А почему Говорит Детей всего лишь Пять сыновей И пять дочерей Что так Вернее Семь сыновей И три дочери Почему И это Златуус отвечает А потому что У Бога все живы Почему Он не просто Не исполнил Они живы остались Они на небе А теперь еще дал То есть в два раза больше И получилось Точно Прикиньте Если бы не златоус Непонятно было бы А почему И почему Когда в перечислении Господь И будет Если вы оставите Домы Земли Жен Матерей Отцов Сыновей Детей И когда перечисляют То будет у вас Во сто раз больше Домов Земель Отцов Матерей Сестер И детей А жена А жена Не перечисляется Почему А жена Не перечисляется Что значит Жен не будет что ли Да Не жены будут А сестры Перечислились И Господь показал Как за ним Ухаживали женщины И написано Жена Сестра Жена Через тире Сестра Жена Это женщина Ну в одном случае Это женщина В другом случае Это жена Мы кладскими Да Мы кладскими А он же говорит Отцов Небесного Поэтому Когда сестра Перечисляется Потому что Когда На том свете Говорится 23 глава Не Не женятся Не замуж Не выходят Говорит Не знаете Силы Божьей И Писания Не знаете Вот так А видишь Как это плохо Не знаю Писание А когда ты знаешь Писание То ты легко Ответишь на вопросы Уже Не дает Скажи Убедняк Я говорю Мне понравился Эпизод Когда Давид Прыгал И скакал И его Увидела Жена Ну как бы Она царица Получается Ну конечно Президела на него Что царь Прыгает И скакал А он говорит А я готов Ради Господа Не только Перед рабынями Своими Опозориться Она говорит Ты оголился Перед рабынями Перед рабынями То есть заревновало Что там говорить Понятно Заревновало Парень видать Был такой Приятный На него Приятно было Посмотреть Господь не дал Говорит Я этих детей На грунт у нас Умыт Но дело не в этом Было все Не в этом Что там Красивый Некрасивый Тут надо было Все плотяное Убрать Посмотреть Новозаветным Взглядом Евангельским Взглядом Его любовь К Господу Вот просто Ящик несут Красивый ящик И он знает Что Господь с ним Вот смысл Но он не Застеснялся Ну он не стал Там спрашивать Господи А что ты в ящике Оставил Там расцвет Сжезл Там ман Сосуд С манной И скрижали Почему Почему там Допустим Ты не оставил Там меч Голиафа К примеру Или еще что-то Вопросы не задавал Почему Потому что Господь туда вложил Причем руками Священников Вот так Почему их Они оставили Непонятно Ну такие веки Какие-то были Исторические Или что-то Надо было Вот оставили Именно их Скрижали Две каменные Таких листа На которых Заповеди Пять с одной И пять с другой Потом Такой сосуд Литровый Где-то С манной Я Я Нет Наверное Я думаю Ну хотя бы Меня так спрашивают Я знаю Мне все равно Сколько там Ставок было В Западе Четыре Что-то Почему четыре Когда две Скрижали Да это сказки На такие глупые Вопросы Не надо Скрижали Каменные Какие-то можно ответить Почему манна Осталась Почему там Рассвершился Потому что Для того Чтобы помнили Напоминание О тех чудесах Ну там И кодильницы Были Их же Не оставили Почему три Именно Вопросы Вопросы Задавать Можно То есть Смысл Какой Оставлены Были Все И он не спрашивал Давид даже Не спрашивал Он бы мог Заглянуть Такой Не понял Что это такое Ну-ка Давайте еще Что-нибудь Туда доложим Нет Вот Что есть То есть Причем Со страхом Это еще Почему Прикоснулись К овчергу Ор И Взял И сгорел Вот так Вот А почему Сгорел Тут Нужно Вопрос Миллиард Задавать Ну Не надо Прикасаться Он уже Прикоснулся И хватит Почему Там Много Вопросов Почему Только У нас А жизнь Почему 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 Потому Что так Надо Почему Тебя Люблю А другого Мучаю Почему Тоже Каждый У нас Наступает Ну Да А так Убнул Целый День День Да И Почему Нос Забивается И все Охота Залезти И Поковыряться И так Есть Так Поставлено Все Это Не наше Не наше Вот Больше Самый Сейчас Для меня Почему Ну Почему Столько Много Снега Да И можно Ответить Потому Что Господь Решил Дать Урожай В этом Году И Отец 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 Нет Нет Тебя Вот Прошло И Все Выбило Это 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 Вообще Так Обида На соседа Обида Обида На соседа Почему Этот Сосед А может Наоборот Нужно Помолиться И сказать Сосед Ты Праведен Пред Господом Господь Поэтому Нужно Нужно Что Самое Важное Из всего Нужно Что Первое Это Начинается Сначала Страдания Потом Начинается Стон Вспомните Стон Потом Терпение Потом Опытность А отсюда Надежда Надежда Стон Стон Как только Ты застонал От страданий Сразу Надо терпеть Потерпел 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 Почитал 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 Всю Библию 22 раза И потом У тебя Начинается Уже Опытность 22 раза Потому что А потом Надежда Почему Опытность Потому что Слово Божие На тебе Начинает Сбываться Причем Интересно Я Показываю Библию Свою И говорю Вот эту Библию Прочитал 18 раз А Она Мне говорит А раньше Было 22 Я говорю Хорошо Подметил Молодец Я бы сам Дальше Не стал Говорить Я говорю А 4 раза Я прочитал Другую Библию У меня Была Первая Библия Финского Издания 66 книг Это 77 уже 18 раз А те 4 раза Я 66 Книг читал Хотя На православ На православное Издание А выпуск Такие Папиросные Листочки Она там Наверху Я не спускаю Она у меня Там стоит Там Написи Всякие Она уже Прошита Разваливалась Карманы Я прям Везде Носил И прям Папиросные Тоненькие Тоненькие Вот такая Небольшиненькая И там Буковки Я сейчас Ничего Уже Не увижу Даже Вот Эти Биоты Я не смогу Мне там Надо Прожект Ставить Чтобы Что-то Увидеть Я Начитывала Ответ На Вопрос И там Беседа Ко Крещению Тоже Была Перед Крещением Елена Сокольская Девочки И Отца Валерия И вот Там Мама Елена Сокольская И она Говорила Я Библию Два раза Прочитала И я Христа Может быть Лучше Вас Знаю Но Здесь Я Его Не вижу Так Интересно Я Ее Голосом Выделила Она Поехала Как Она Не хотела Чтобы Крестились Ну Вообще Это Интересно Было Мы С ней Беседы Проводили В поезде Сколько Бесед Было Мы Вместе Ехали Она Вотыгри Вотыгри Да Если уж Попался Я То Живым Не Уйдешь Ну Вот так Теперь Она Пришла И сказала Ни Бога Ни Сатаны Нет Дураки Вы Все Что Верите В это Посмеялась Вот так Бывает Когда Веру Не Сохранил Не Сохранил Первую Любовь Потом Все Отошло Ну Как Потом Потом Это Долго Было Ну Где-то 10-11 В этом Году Приходило В этом В этом Году Поясняю В 19-ом Да А В 19-ом В 20-ом Она В Барнауле Она Ходит Все Дышит Господь Едает Дышать Все Ничего У нас Собрание Записано Я не помню Число Какое Там Прямо На собрании Встала И сказала О том Что Она Стала Не Рожь А Сначала Никто Ничего Не Понял А Главное Интересно До Этого У Не Было День Рождения Она Стала И Всех Поблагодарила Я Такой Отцу Валерию Молодец Валерию Не хочу, не хочу. Ну и все. Я говорю, смотри, в Тихомумуте черки водятся. Все, я там пословицы приводил. Завелись. Вот и завелись. Мне вообще люди, которые вообще молчат, еще там, это интимное, это мое личное. Они меня вообще не просто пугают. Я понимаю, что это будет очень тяжко людям. Интимное там. Как будто я там доказал, ну что мы там, ну как там, ну как посмотреть еще, подвинуть. Мне заняться нечем больше, что ли. Мы говорим о духовном, а ты меня направляешь куда-то в какую-то вообще, во тьму тараканскую. Мне духовное нужно, духовное. То, что к Библии относится. Вот исследование мне нравится. Даже вот это, вот этот, нам много даст. Всего-навсего Колыма. Там столько всего много. Видите, вот золото. Интересно, золото. Это самородок такой большой. Это золото. Золото. Видишь? Это золото. Но, где золото, там и страшные последствия. Ой, там вообще, да. И вот показаны, вот лагеря, лагеря уже, черно-белые. Вот всякие об этом постановления, расстрели там и так далее. Сколько там души загубленных, да? Да. Ну там говорят мало, вот они как они, люди работали. Видишь, какие строили тут постройки, чтобы это золото добыть. Сколько их там расстреляли. Сколько их там расстреляли. Вот жёнов артист, который там сидел, прям там, где мы. Марина родилась, я говорю, он там сидел. И так далее, и тому подобное. Вот они всякие памятники тут, бюсты Сталину, которые были. Всё это тоже нужно, чтобы помнить. Помнить о том, что будет, когда не будет с тобой Господа. До чего может человек довести себя. Все дружно себя доверили до такого состояния. Вот оно, пустыня. Вроде золото, а на золото ни к чему. Золото должно быть очищенное в гарнире. Семь раз переплавленное в душе твоей. Вот это золото, да. Твоя душа, вот такая пламенеющая таким духом любви к Господу. Вот такой дух должен быть всегда. Не революционный, а дух все преодолевающей любви Божией. Такой дух должен быть. Поэтому ты должна... Да что тут прочитать-то? Да ну, с такой любовью, как у меня к Господу, эти тысяча триста тут страниц на одном дыхании. Интересно, сколько было? Да главное, это не в этом что, в любви. Не механическое. Главное, с какой любовью это все читать. Главное, чтобы он договорил. Да, да. Да ты, брат, и не прочитаешь. Даже если ты поставил цель прочитать просто из-за того, что ты решил прочитать. Да. Ты не прочитаешь, у меня дядя мой, мой родной, сейчас он уже умер, 46 лет. Он Библию принес там со свалки, нашел Библию старинную такую. Я ему на русском языке давал Библию, он не хочет читать. Все. А тут старинный принес. Старина такая. Все. Там первая страница бытия, и последнее откровение нету, видимо, кто-то вырвал. Может, у бабушки где-то хранилось кто-то, молодые выбросили. Принес и говорю, ты на русском возьми. Нет, я вот это буду читать. Ну, и читал, ну, сколько его там. Несколько глав бытия его хватило. И все, и в запой ушел сразу тут же. Все, и после этого больше не прикасался к Библии. А это же духовное, ты просто невозможешь это сделать. Невозможно. Это Господь дает. Невозможно. Поэтому я, когда отказывал тебе в крещении на 19-м году, я тебе говорил об этом. Лена, я говорю, прочитай Слово Божие, прочитай его все. Сейчас бы вопросов у дочери не было. А отказывал? Я сказал, что единственный, да, кто отказывал. Я ее попросил. Я ее попросил. Говорю, Лена, ты сама просто не крестись сама. Ты поймешь, как тебе будет интересно. Ты с таким удовольствием будешь Слово Божие читать. А сейчас ты, говорю, крестишься, сядешь вот так на дрожжи. И как наши бабушки все, будешь сидеть, не прочитав Григорий Заветный. Я просто меня не знаю. Ничего не знаю. Плохо знаю. Не всякое может быть. Смотри, вот... Не возбужили это в любовь к Господу? У нас свои есть христианские слабости. Все ваши умовки не знают. Заметно, не может быть, чтобы ты что-то знала. Нет. Что-то можно знать, но все уловки... Хорошо, что вы так думаете. Все уловки нет. Все уловки как-то познай. Ну и сколько ты прочитала Ветхого Завета? Я же говорю, второе царство. Второе царство. Второе царство это всего-навсего вот тут и вот. Да, всего чуть-чуть. Вот 10-й час. Даже сейчас еще не открыл, наверное. Нет числа. Нет, даже немножко побольше. Иисус Снамен. Нет, ну если ставить задачу просто прочитать... Нет, 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 судей. Ну вот оно, первое царство будет. Я говорю, что я сначала слушаю, потом слушаю толкование, потом читаю. Первое царство. Вот оно, первое царство. Вот. Тебе еще во сколько? Во сколько? А осталось совсем мало времени. Так это еще 66 книг. Это 66, еще 11 книг. Еще 11 книг, которые... Так что... Ну, крещение вообще... Ну, короче, тебе вот столько еще меньше. Да, конечно. Когда ты готов уже, ты все понимаешь, что для тебя Слово Божие... Рождение. Ну, Слово будет нас судить в последний день. Слово Божие будет нас судить. Вот ты покрестилась, родилась выше? Вот от Духа тебя говорит. Все меня спрашивают, родилась или не родилась? Ну, прям вот не знаю. Не знаю. О, 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 о. Как это определить? Как определить? Нет, ну, я думаю, что... Любой, что Слово... Я думаю, что у ней, конечно, есть это. У нее есть скромность. У нее есть это определение. Ну, это хорошо, что... Нет, нет, нельзя сомневаться в рождении, слыши. А, нельзя. Это ложная скромность. Все заявил о себе я, да, я верующая, христианка, православная. Да, да. Это лишь по Слово Божие. Если я буду постоянно спрашивать рождение свыше и его... Почему? Так ты его уже получила. Получила. Теперь написано, от веры в веру переходи. То есть тебе как бы сгалбить. Да, если я скажу, ой, все... Рождение свыше, рождение свыше, рождение свыше, это рождение в тебе веры, в Господа. Вот сейчас сестра наша младшая, я думаю, будет, она желает получить это рождение. Она желает получить веру. А мы ей как бы, ну, не подсказываем даже, а рассказываем о том, как мы это видим, как Господь... Дело все в том, что вера и сосуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Гляди, сейчас, мы же тот раз не открыли, это надо было... Евреям 11 глава. Да, Евреям 11 глава. Не, ну, я так думаю, ее поспать люблю. Думаю, себя с такой силой заставить. Наверное, я еще не рождена, слышу, когда я вставать буду, так, точно. Рождение, да, ты уже себе сама дарешь это на ослабление, а рождение... Ну, я думаю, что по делам твоим-то уже далеко. Вот гляди. Потому что... Вот гляди. Читай. Не даже есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. А теперь дальше начинай. В ней свидетельствованы древние... В ней, кон в ней. Троица. Какой Троицы? Вере. Инатин. Еще раз читай. Я не знаю. Давай еще раз. Еще раз прочитай. Ладно. Все хорошо, не переживай. Вот она и Вера. Или Зоя. Ничего, все хорошо. Не переживай. Самое дело, что начало есть, начало есть и продолжение надо самим уже создавать. Видишь, ты не просто должна одно предложение прочесть и потом замкнуться. Нужно вообще прочитать Библию, а на 1500 страниц. И там столько много предложений и над каждым задуматься. И тогда придет Вера. Наверное. Если ты задумаешься, да, придет. Просто даже прочитать механически, я думаю, ничего не будет. Не получится механически. Так, угодно. Ну вот Лена же два раза прочитала и ничего. Людей. Вера же есть осуществление ожидаемой и уверенность невидимой. В ней, то есть в вере, свидетельствованы древние. А все у нас это было понятно, что это в вере. Свидетельствованы древние. Кто такие древние? Древние люди. Пещерный человек. Ху-ху-ху. За мамонтом, да? Древние. Это перед нами живущие люди. Которые осознали, что такое вера. Осознали. И как верою познаем, что веки устроены Словом Божьим. Так, что из невидимого произошло видимое. И вот эти веки, это вот, а Троица тут все и есть. То есть верой осознаем. И тогда у нас нет вопросов, а почему там. Нам просто не надо этого. Ну и что, Отец, Сын и Дух Святой. Почему там не четверо, там, мать, кошка. Мы начинаем искать, да, депутат себя, не знаю. Ну зачем нам мы это уже будем говорить? Когда мы уже, там, достаточно Отец, Сын и Дух Святой. Совершенно достаточно. И это прекрасно, потому что сейчас протестантские, там, женские общины, эмансипированные. У них там священница, епископша. И Бог, мать. Теперь у них уже. А теперь как Бог? А у них еще мальчество есть. Теперь Бог, понимаешь, Бог это Он. Они начинают вообще слово Бог убираем. Просто говорю, мать вышняя. Вот так. Потому что Бог это вообще уже мужской род. Нельзя Бог, мать сказать. Раньше так было. А теперь нет, 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 неправильно. Просто мать вышняя какая-то там на небесах. Вот, придумали уже себе. Жрица. Великая жрица. Ну переворот, полный переворот. Великая жрица это уже отношение, это уже сатанизм. А эти пока что еще всевышние. Ну они же там всякое. Нет, 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 это не всякое. Нет, это они не сатанисты. Нет, они там Библию, не все. Но Бог отец не то уж, понимаешь, не то. Слова всяко переворачивают. То есть по идее-то да, как бы, можно вопросы задаваться и уйти в мать куда-нибудь. Да, ну то есть можно раскрыться и уйти. Да, конечно. Верую Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще. Представь себе, вот вера что дает. То есть Авель, его нет уже, а по смерти он все еще говорит. А чем? Своим примером. Как он верою принес эту жертву, а Каин неверою принес. И он позавидовал и пошел убивать. Вот до чего это доводит. Почему христиан убивали большевики, там, ну вообще христиан любят убивать. Зависть. Зависть. Потому что, ах вы Божьи, а мы сейчас проверим вас. А мы вот так вас проверим, а мы вот так. А давай мы тебя прибьем, а давай жигнем, закопаем. А давай пойдем, расстреляем тебя. Давай тебе там ногти вырвем. Понимаешь, до чего доходит? Сначала, и это будет и здесь тоже будет все. Когда-то будет, начнется же это все. Начнут завидовать. Почему Игнат Тихоновичу так завидуют, когда он говорит, я призванный, я призванный. Ах ты такой призванный, начинаю этого там понужать. Ну, это правда, конечно, человек увеличил. Да. Как ты мог? Сам себя-то возвеличил. А вот разобраться. Почему? Никто не хочет. Да, никто не хочет. А вот ты, и ты, хотя бы. Так ты тоже можешь быть избранным. Если начнет, то не цена. Он же начинает обращаться к избранным, верным. А это сложно. Вот мы сейчас смотрим на нашу девчонку. И видим, что сложно. Строгает безбой в Божьей, видишь, она слезы дает, видишь. А это все как-то хорошо. Ну, это очень. Когда человек открыто приходит, это очень хорошо. И вот стихотворение, посвященное ей. Виктор Савченко музыку положил на это. И мы теперь поем в двух вариантах даже. Это все записано. Ну, там. Прокрещение. Прокрещение. Прокрещение, Елена, да. Вот так вот, видишь? Вот, гляди, как вера начинает. Вот так вот она растет. Да, вот так вот она. Сама не успеешь оглянуться, вот такая вера у тебя будет. Вот переполненное сердце будет потом вот так устав. А потом надо будет это все отдавать ближним своим. Коснерство, да. Да, да. И почему написано? И войдет, и выйдет, и пажик найдет. Войдет. Войдет куда? Войдет в церковь. А потом выйдет куда? Из церкви, что ли? Непонятно здесь. И никто толкования не дает. И Игнатий Тихонович один додумал, домолил Господа, допросил. И Господь показал ему. Пажик, главное слово пажик найдет. И войдет в храм. То есть станет верующим, рождение свыше получит от Господа. Станет в числе избранных, верных. Выйдет. Выйдет не из церкви, а выйдет и пажик найдет себя. Нужно выйти и искать пажик. Пажик это сеять Слово Божье. Потому что ты не можешь просто так остаться, молчать. Что-то ты должен делать. Вот начитывать должен ты. Ты должен идти благовестить, смотреть людям в глаза. Давать эти евангелия им. Они тебя будут поносить. А ты не будешь этого замечать. Ну да, кто-то поносит. Но ведь там взяли люди. Взяли. Кто-то же может придет через это слово. Сколько их пришло, мы не знаем. Но сколько мы раздали? Мы раздали, не помнюсь это слово, сотни тысяч уже евангелий. Мы раздали. Наша община. Вот так, для нас вот в этот раз, мы там сколько, чтобы 400 раздали, это очень мало было. Просто я, дело все в том, что плохо ножками хожу на этаже. Я не посмотрел, сколько надо было посчитать. Потому что нам дали бы больше. Больше есть. Может быть точно тысячи будет. Я думал, у нас где-то тысяча, а у нас всего половина. Еще и сестра там забрала и раздала меньше половины. Вот в чем дело. А я ей сказал, 100 возьми, 100. Всего вот таких вот 5 книжечек. А она забрала 20 их. Вот таких пачек. А там по 20 штук. Ну или поменьше. Ну короче говоря. Ну вот Иуда же, когда пришел к евреям. Дисциплина должна быть. Иуда, когда к евреям пришел. Он же слово Божие принес. Иуда. Иуда. Нет, не тот, который искал его. Другой его. Ты имеешь в виду фильмы и искушения? Да, искушения. Когда он пришел. Это надо очень быть на одной волне разговаривать. Я смотрела. Чтобы понять. Да, да, да. Смотрела его? Вчера. Да, он начал говорить. Что тебя там больше всего вдохновило? Вдохновило? Да. Все. Я все вдохновил, но больше всего мне вдохновил его отец. Да. Ну отец. Аминь. Спокойно. Аминь. Больше всего. Больше всего. Я вместе с ним платил. Да. Каждый раз смотрю и думаю. Ну ладно, сейчас-то ты уже все знаешь. Сейчас ты не заплачешь. И вот так актер сыграл, как он смотрит на это небо. И жена. Он пришел. Мессия пришел. Я вхожу в образ этого отца, как еудей. Столько все еудейский народ тысячелетия ждет. Да. А он пришел. Он пришел. И даже его убили все равно. Это же для вечности уже. Это правда, что он уже пришел, да? И он понимает, что да. И он. Вера взошла в его сердце в этот момент. То есть коснулась. Да. И сын мой поверил, которого я... Они на одной духовной волне с ним, понимаешь? В одном духовном таком озарении. Ну, у него закрыто было, да. До него было еще при закрыто. Он любил сына. Любил этих сыновей. Все. Они там между собой и все. Ну, просто не ссорьтесь, не ссорьтесь. Ну, понятно, что как бы к тому, что к миру призвал брать его с Господь. Вы же все иудеи. И когда он перед ним открыл величие Христовой миссии. Открыть иудеям глаза, что Сын Божий, сам Господь пришел их спасти. Не просто там, что я человек, там над вами кичусь. Нет. А то, что там мертвые воскресают, больные, иудеи, вообще на это не посмотрели. Отвергли Христа. Ну, мало кто уверовал. Я даже сказал, что некоторые священники, хотя там многие написано. Но для меня как некоторые, думаю. Ну, некоторые. Некоторые, может быть, как откровение было, кто его знает. То есть многие. Многие для чего? Для веры. Многие. Ну, опять же, получается, что он сказал. Он говорит, я такое богатство получил. Второй брат ему говорит. Богатство, это он веру. Ему веру открыл сам Христос на кресте. А теперь он ее ведет, передает уже. То есть богатство. Богатство, это вот и есть вера. Когда вера тебе открывается, это богатство перед тобой. Настоящее. То есть ты был один, одинокий. И у тебя не было ничего. Духовное богатство-то, вот в чем дело. А оно духовное, перерастет в вечную жизнь. А это настоящее уже богатство. Все хотят хорошо жить. А хорошо жить невозможно, потому что ты стареешь. Болезни приходят. И ты, конечно, в итоге убираешь. Это никакая нехорошо жизнь, зная об этом. А это, духовное, тебе открывает вечность. Там нету ни болезни, ни печали, ни страданий. 33-летний возраст ты постоянно. Вот ты даже уже сейчас старее. Конечно. Вот даже Володя уже старее. 33. Я 33. Больший возраст помню. Ну. Пройдет очень быстро. Дарья у нас пока еще молоденькая. Вообще до 33-х я ей очень далеко еще. Столько же почти сколько прожила. Но, как говорят, старость не радость, а молодость не жизнь. Вот и какие-то непонятности в душе разрывают тебя. Я там помню штанов, не было у меня штанов вельветовых тогда. Я говорю, мама, ты зачем меня родила? А у меня вельветовые штаны. Нет, плакал там 15 лет. Такой здоровый уже там борец. Плачу, что штанов нету. А тут поплакать, что вера и так далее. Это еще очень хорошо. Это приятно даже. Я бы хотел этого, но у меня не было этого никогда. Я на духовном понятии. Для меня Христос, я себе придумал, что это был такой внеземной робот. Робот. Такой биологический. Какой человек. Который он никогда не улыбался. И он мог лечить. Главное же он лечил. У него там чик-чик, он что-то там уколит. Да, и все. И вылечил там. Или там биоритмами какими-то. Но никогда не улыбался. Он всегда был серьезен. Вот что, придумал себе. Сам придумал. Толкование такое. О Христе. Это я помню. И когда мне говорили, там, вот, Христа не было никогда. Я говорю, не-не, он был. Был. Но это инопланетянином такое сделали. Вот вчера Даниила Сосоева, священника, священномучника, слышал. И он тоже говорил, что, что мне понравилось у него извлечать, говорит, не надо придумывать Бога, надо знать евангельского Бога. Да. А то люди, где-то, начинают сами себе придумывать, что Бог такой, Бог есть любой. Что справедливость, это совершенно, как-то где-то там отдельно от Бога находится. Но протестанты. Ну да. Вот они придумали. А чего протестанты? Ну они придумали. Можно подумать, православные не придумали. Зайди в храм там. Нет. Все. Ой, там, Господи, помилуй, Господи, я грешный, многогрешный. А только скажи, а ты что, ты как, вы же меняет. А ты что, я с собой. Так ты же грешный. А, грешный, грешный, многогрешный. Их не пойдешь там. Православные вот такие качели вообще ужасные. Ужасные. Вспомни про это. Ты и Игорь Трико ходили, католикам-то. Когда Библию-то принесли, говорит, начали, давай помилуй. Нет, Игорь один ходил. Один, да. А он, говорит, книгу закрыл, давай, говорит, по любви. По любви, католики, по любви. Ну, вот и я, вот, и сестра-то тоже умил. И католики, и протестанты, и православные. Православные. Православные тоже выдумали Бога. Нету канона. Нету. Что папу понравилось, то такой канон он тебе и скажет. Пост, молочко, ты бабушка старенькая, молочко. Ну, Бог-то точно, он же милостивый, милостивый, он тебе даст молочка. Уж точно даст молочка тебе. Не даст, потом догонит, еще поддаст. Так что давай, пей побольше, литрами, литрами. Да и кипирчик не забудь со сметаной. Да туда уже и постного поросенка давай. А потом пришла кальция, я йогурт съела. Пост. Да это, прости, что там, это нечет. Ну, это, по этой скажу. Это что, непридуманный Бог, что ли? Придуманный. Ну, это и не православие. По сути. Нет. Но оно придумано. Да, подожди, другого пока нету, мы не можем сказать, что это не православие. Вот это вот, погодь еще. Это ты. Ну, истина же есть православие. Истина есть православие, настоящие. Которые нужно стремиться, конечно, есть. Есть. Но можно же еще и покаяться, мы же не говорим, что все уже кончено. Надо же и покаяться. Нет, нет, я не сказал. Для чего мы трудимся? Мы даже над коммунистами, а это чуть ли не сатана, а сам трудимся. Вот это еще роман написал. Вот сам коммунизм, сатанизм, вот это вот все, ереси, ересь мы ненавидим, потому что это все дела дьявола. А людей, которые заражены, мы любим, должны любить как саму себя. Поэтому мы идем, распространяем Слово Божие, оно попадает и коммунистам, и протестантам, и сатанистам. И, глядишь, коснется. А если не коснулось, ну, не мы все, а Бог возвращающий. Значит, человек не призванный. В этом заключается, что ты познал, пусть спасение, другим хочешь этого же самого. Вот она, любовь и есть. Вот мы пытаемся это донести. А Дарья, она сама еще многого не понимает, что у нее есть. Она уже и на благовестии была, и что-то начитывает там, я смотрю, говорит. А какую тему ты начитываешь? А какую тему ты начитываешь? Покаяние. Ой, миленькая ты моя. Так покаяние, ну, чего у тебя слезы-то текут? Ты же тему покаяния начитываешь, что ли? Это само собой. Я бы с тобой тоже поплакал, нету слез. Господи. Да, на первой исповеди у меня были, а сейчас тоже нету, к сожалению. И вот, гляди, какая хорошая глава вот эта вот, почитаешь, поплачь. Где-то что-то раз трогай. Великолепно. Гляди про Авеля. Ты Авеля-то знаешь? Бывает раз, с глазами мокну. Али, бедный, правильно. Ну, как бедный, он богатый, конечно, веру. Веру и Енох переселен был так, что не видел смерти. И не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодит Богу. А гляди. Про Еноха читал. Гляди, вот, гляди. Я тебе сейчас покажу про него, про Еноха. Это вот атлас библейской истории. И вот, гляди. Вот атлас библейской истории. Вот. И сейчас мы смотрим. Вот, гляди. Вот Адам. Адам. Сколько он лет прожил? 930. Потом, гляди, Сиев. 912. Потом вот 905. 910. Гляди. Малилил сколько? 890. Тоже много, да? Еноха. И Орет, гляди. 962. И потом вдруг Еноха. Пикс. Как перерыв какой. Видишь? Еноха сколько прожил? А там 930. Всего-навсего 365 лет. И он так правильно жил. 365 лет жил правильно. Господь его взял на небеса. Еноха. Потом дальше Мафусал. Больше всех прожил 969 лет. И потом Ламех 777. Это вообще тут уже убийца. А потом Ной. 950 прожил. Видишь сколько много аж. Вошел уже в запотопное время. Вот спрашивают обычно, кто больше всех прожил. Вот Мафусал. Видишь, как оно интересно. И вот Енох посредине. Видишь, как получился такой обрыв. Как ступенька. Тю-тю-тю-тю. Нормально шло. И вдруг бам. Что такое потоп? Потоп. Начался потоп. Все. Смерть всех людей. Смерть. Все. Остался один Ной. Никого нет. Все погибли. И вот гляди, как оказывается. И Мафусал. В потопе, наверное, погиб. И Ломех. А я об этом не думал. А за такую книгу случилось. Покусал, скорее всего, умер в это время. А Ломех, наверное, и погиб. Там у них нету. А? У них нету вот у сестер. Ломех, видишь? Вот сестер прожил. Семь лет прожил. Нет, нет, нет. А он не правитель был. У одной знакомой. То есть он мог в потопе погибли. Есть еще? Я не знаю. Игорь, может у них еще есть такая книга? Уже показать можно? Нету там у них ничего этого. Больше книг, это вот один такой прислали, чтобы смотреть. Там же написано, куда. Брат, у тебя же интернет есть. Интернет есть. Сфотографируй этот там лофт. Не закажи. Где лофт-то? Сейчас ялд из судьи. Я думаю, что у них легко. Они могут даже, наверное, тебе бесплатно выслать. Я так понимаю. Как получится. Вот, ты уже увидела Сифа. Так, а кто? Еноха, то есть. А, Сифа не увидела. Ну, Сифа тоже. Еноха. Как его Господь на всего 365 лет. Он бы мог еще 600 лет прожить. Нет, он был такой праведный, такой праведный, что Господь его на небо взял. Живым. Не познал смерти. Это мы веруем все. Это он верой стал живым-то на небе. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу верил, что он есть, и ищущим его воздает. Вот, вот и все, в ответ на твой вопрос. Надо, чтобы верил, приходящий к нему. Ты придешь к Богу? Идешь к Богу? Вот, верь в Него. Верю. Все, что тут есть, это все вера. Все, в дальнейшем, Господь тебе все даст. Потому что увидеть его, даже если ты увидишь, недавно, даже если ты увидел. Поглядей. Фома называет его неверующий. Хотя он, конечно, верующий. Верующий. Да, он верующий на самом деле. Но он не мог представить, что Бога он видел. Ну вот так вот. Если, говорит, вложу персты, и Господь явился ему. Пожалуйста, вложи. Но, кажется, сказать, и мне тоже тогда пускай Христос придет, я тоже. А нет, нельзя. Почему? Он пережил. Он ходил со Христом. И его не было тогда, когда братья его увидели Христа. Апостолы, понимаешь? Не было Петра, к которому Христос сам пришел, сказал ему. Вот в чем дело. Не было тех двух братьев, которые шли по дороге и узнали в нем, в прилавляющем хлебе, что это Христос. И он поэтому и... А, как же так вам явился? А мне-то нет. Не поверю, пока сам его не увижу. И Господь и ему тоже явился. Понимаешь, в чем дело? Я еще думала, ну почему Христос не сказал? Ой, ну ты не веришь, тогда я пошел. Ну, вроде как, да? Нет, он так не мог Господь сделать. Господь уже знал, что они избраны. И поэтому каждому давал посту. Но теперь первые станут последние. Последние первые. Вот мы последние, но нам Господь дает такую веру. Нам не надо вкладывать персты в раны Христа. Да, я и так верю, что перед моими глазами сейчас распятый Христос. Я верю, что он ради меня вот эта кровь стекает. Почему должно быть воображение? Качество лидера. А что такое лидер? Да это не ты лидер, там, я или он, или ты, который ведем сейчас тут всех. Взяли мы и повели Сергею Павловичу, нас всех тащит на Аркане. Лидер. Да нет, конечно. Не в этом. Каждый лидер для Господа, который идет к нему, это и есть лидер. Вот оно воображение. Почему Толкиена такое воображение нарисовала из этих саг германских, такие красочные картины? Там фильм смотришь просто этот, ну, про это вот, как там, сага, это Властелин колец. Там, ну, эпическое, ну, просто невероятное. Думаешь, вы что такое в Христе-то ничего не сняли? Нет, сняли же. Почему у него такое воображение? А у нас нету простого воображения. Представьте себе, как сидят наши мужи, 318 мужей на Первом Вселенском Соборе 325 года в Константинополе. И дают нам это великое знание через каноны церковные, устав церкви. И люди сразу понимают, о, как это важно. Сидят они, кропят, думают об этом, рассуждают. Какие еще нужны? Почему не представить 85 апостольских правил нам? Нет, а это давно было уже. Давайте этих мужиков выкинем всех. Ребята, вы что делаете-то? Священники. Возможно, священниками-то назвать. Уж тогда начинаешь думать, как Евгений думает. Так это вообще церковь или нет? Вы к чему идете-то все? Почему у вас этого воображения нету? А потому что веры нету. А тогда Господь этим подает, кто к нему стремится. А если не стремится, так через пень Попловский, как говорится. Через два распотыкания, три шага, как сказал Ленин, вперед, а в 89 назад. Ищите, найдете, просите, оно будет вам. Не просят. Я вот просто себе иногда представляю, что Господь дал бы мне священство. Я иногда говорю, я бы, может быть, раз бы в месяц служил бы только, все остальное время. Только бы занимались Словом Божиим, изучением. Благовестием, ездили бы куда-то, ходили. Ну, там, послужили раз в месяц, прям, с удовольствием, да. И дальше вперед. Где написано, что постоянно каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, каждый день, за нарядили, за нарядили. Причащай, давай, причащаем, причащай. Ты других-то доведи до причастия для начала. До причастия. Доведи других до познания, что Бог есть. Он моему отцу. Доведи, что Бог есть. Попробуй. А я на тебя посмотрю. Когда полная стена вот такая, никакого прогиба нет. Вот это да. Это сложно. А это-то что-то? Давай, приходите, приходите, приходите. Приходите, вы придете, а люди-то идут с надеждой, правда думают, что-то будет. Сейчас приду, там мне что-то дадут съести. А что, мне что-то батюшка такое кисленькое съести дал. Все, теперь ждет, когда заработает. А что? И ну и как там? Ой, это так. У меня такое прям как было. Благодать сказать, выразиться невозможно. И все, кто не спросил про праздники. Слоб нет. Никто, слоб нет. А батюшка такой, да в каком же аризе-то был. А дьякон как высок. Ой-ой-ой. Как поет. Как поет, да. А что сказал? Так сказал, что... Ничего не понятно. Ничего не понятно. Вот это вот самое тошное, что можно услышать, это, я не знаю, все красиво, все прекрасно. А что было? Да ничего не было. И вот действительно проповеди нет. Христа не знаем. Бога нет. Выходим из церкви и думаем, где? Господь раз и община. А потянешь? Потянешь ты? Нет? Ты думаешь, что-то тяжело вам. Игнатий Тихонович интервью брал при жизни у Александра Меня. Такой был священник. Много написал книг. Сын человеческий. Самый Александр Меня. Его убили, топором зарубили. В 90-м году. А он у него в 88-м или 89-м брал прям перед смертью интервью. А я ничего не понимаю. И спрашивает, Игнатий, на чего спрашивает. Вот священники, есть же у нас такие грамотные и так далее. Почему они не выступают по радио, где-то не дают им ходы и так далее. А Александр Меня отвечает. Да и хорошо, наверное, что не выступают. А тут такого петуха задали. И точно сейчас дают. Целые телевизионные программы, суточные идут. Включишь, ну невозможно ничего слушать. От себя кину порят и все. На простые вопросы. А люди какие вопросы задают? Это просто невероятно. Не придумаешь таких вопросов, которые только люди задают. Ну только не духовные. Ничего, не по Библии, ни о чем. А можно ли там что-то есть? А можно ли там стираться? Можно ли там вот это вот наклеить? Можно ли это пронести, куда-то занести? А по Слову Божьему где вопросы? Вчера был вопрос. Вчера я услышал вопрос. Можно ли приходить в церковь, если бы у меня наклеены ногти, но они коробки? Коробки. Ну это, что сказать, это очень духовный вопрос. Это очень духовный вопрос. И духовный же ответ получила она. Чуть-чуть беременна. Если я чуть-чуть беременна. Да, да. Вот так вот. Я говорю это вообще. Я не на самом деле. Читать начнешь, у тебя сама совесть обречит. Читать начнешь, да? Я когда в общину пришла, я говорю, я хочу так же. Я хочу быть такой же. Я так же хочу. Вот это твои мечты. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоголея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Это Ной, это суд. Суд, воздаяние. Ну, перевод такой. И когда его так родители назвали, ну, от Господа это было, то люди слышали, когда они его звали, как, ну, они... Суд, правосудие, иди сюда, иди сюда. Ну, то есть, воздаяние наше, иди сюда к нам. И люди слышали, что такое интересное имя-то непонятно. А оказывается, оказывается, Господь этим показывал людям, что нужно каяться, потому что придет праведный суд Божий на вас. Видите, уже ходит этот человек. Это странное имя, как и Моисей. Тоже очень странное имя. Египетское имя. Моше по-еврейски. Моисей это на египетский манер. Вынутый из воды. На самом деле. Ну, и вот как вот Авраам и Авраам. Добавлено разное, да, все. Совершенно другое. Ну, да, там просто странник, а Авраам это уже отец множества. То есть, странник и отец множества. Ты уже пришел куда-то, раз у тебя столько детей там родилось. Ясно, что ты уже не странник. У тебя дом есть. Так, ну, мы остановились. Про веру читаем. Прочитайте про веру. В виде 11 глава. Еврея. У тебя жалко записать. Ну, посмотрите. А что вы посмотрите. Заодно еще раз посмотрите. Так, и закрыли мы вопросы. Закрыли. И вот гляди теперь. Вот давай тогда по твоему вопросу. Мы тогда следующий вопрос. Какие нарушения в религиозно-нравственном отношении были за время вступления в число оглашений? Соблюдали ли посты среды, пятницы, последний великий пост, целиком ли готовились и постились? Вот тут я тебе отвечу, вот ты скажешь, а зачем пост, я тебе скажу, иначе не изгоняется без, как построим валюту. И тут мне уже интересно. А про троицу, почему отец, сын, а не кошка, собачка, торосенок, ну, тут уже, извини, подвинься. Тут уж только можно сказать. Она бы еще и на пост сейчас не ответила. Почему пост? Ответила бы? Она до этого и приходит. Нет, она приходит. Тут-то я уже могу ей сказать. А, можно сказать. Но она так вопрос не задаст, вот чем дело, потому что он ее не интересует нисколько. Почему я не знаю, она не ответила. Она просто знает ответ. А здесь она ответа не знает, потому что вера не пришла в сердце ее еще. Она еще не знает, что этот вопрос смысла задавать нет. Троица, и так, слава тебе Господу, открылась тебе уже. Если ты знаешь слова отец, сын и дух святой. Все. Ты уже можешь молиться отец, сын и дух святой. Спаси меня, Господь мой, троица пресвятая. Все. Уже молитва пошла. А там, и ты уже. Господи, слава Богу, что ты не кошка и не песик, не собачка, не мышка. А что ты Бог-отец, который блюдешь надо мной. Почему? Потому что мне нравится, что у меня отец такой же строгий, как ты. А как в себе вместить слова Деяния 17-го? Ты такой же верный. Там апостол Павел говорит, что все им движется и существует, и все им наполняет. Понимаешь, это вообще не вмещается в человеческий род. Вместить-то невозможно, конечно. Только вера, понимаешь, и все, больше ничего. Ну, еще, в принципе, еще можно, как бы, тут сказать, почему отец сына Дух Святой. Ну, как, не можно сказать, а Господь сам нам говорит. И какой тот отец, который не подаст сыну хлеба, если он попросит у него, там, отдаст камень. Какой же плохой. То есть, вот отец, он творец наш, сотворил нас, и нас он блюдет, как отец наш. Вот. А почему сын, там, и Дух Святой, ну, сила Божия, как бы. Ну, непонятно же, какие вопросы. Вот у меня есть вопрос в голове, я его задала. Ничего себе. Ну, также и про любой другой вопрос я бы тоже спросила. Почему это, почему другое, и так далее. Нет, ну, давай спрашиваю. Я когда знала, можно этот вопрос задавать или нет? Почему, можно любой задавать? Ну, вот. Так мы тебе и отвечали. Мы тебе отвечали. Я все знаю, что ли, вообще не можно. Как раз вопрос, для меня опять же, как в новый раз. Нет, то есть, когда она мне задает этот вопрос, не тебе, ладно? Нет, я говорю, нет, она задает вопрос, я говорю, я тоже не знаю, тоже так же учусь, как и ты что-то до меня открываешься. До меня доходило, когда я бы представила, что я мать, а это моя дочь, как я к ней отношусь. И тогда до меня дошло, как Господь ко мне относится. Так вот же как, вот это откровение такое было. Я осмелюсь, я ее там, где-то ее наказываю, там, или еще что-то. А, так вот и Господь меня так же. И все, и у меня тогда открылось. Думаю, ну, а вот у кого детей нету, как он, понимаете, там. Господь откроет. А там мусульманка одна приходила в вере, в это, именно в Бога Отца, у нее же этого нету, понимаешь, Всевышний, Всевышний. Ну, а тебе должен кто-то заботиться, вот и все. Тебе приятно, когда о тебе заботятся. Да, и она, когда читала Евангелие, она начала, почему поняла, она сперонимала плавание, а потом, когда вспомнила, как отец к ней относился в детстве, и это все ей пришло на память, и вот тогда она поняла, и встала на колени, и она стала молиться. То есть она как дочь. Да, да, да. А я как мама. А вот здесь кто-то не сели, а откуда-то оттуда этого мусульманка, да, у него? Да, да, я смеюдилась назвать его отцом. Книга называется. Да, да, да. Кстати, а у египтян были боги-кошки. Правда, там и крокодил был. Кошки. Ну, кошки, наверное, такой приятный, наверное, бог, да? Ну, как человеческое тело с головой кошки. А, это сфинксы, да? Нет. Сфинксы там другой. Там наоборот лев, а голова то ли женщина, то ли там невловитого мужчины. Там их не понятно. Кто там? Да, греков там вообще. Ну, и чистое вот язычество. Кентавр. Кому только не поклонялись, да? Вообще, Господь разделяет, как мы видим в книге Даниила, 3 глава, 1 глава, 1 глава. Так, сейчас, подожди-ка. Сейчас книгу Даниила найду. Она есть у нас, она у нас. Даниил у нас, он не... Ну, вы знаете, да? Да, сейчас есть у Даниила. Вот тоже эти маленькие воспитания, ну, тоже, какие-то могут испытания. А вот только сейчас, немножко, только чуть-чуть, чуть-чуть, а вдруг я не выдержу. Нет, у нас в ней чуть-чуть. Вот, Даниил. Тоже, бойся, бойся своих желаний. Сергей Козлов попросил. Да, попросил. Да, попросил. Он потом наркоз его не дал, он говорит, вот речь его не надо, сам знаешь, что мне необходимо. Он попросил, все, наркоз его не взял. Он все прочувствовал. Нет, не третий, не третий. Я все понял, это все правильно. Я все понял, это очень важно. Сам знаешь, что мне вредно, что мне полезно, что мне надо, вообще сам знаешь. То есть, на воле его полностью уповались. Да, уже не надо. Да, вот. Что думал, я выдержу, будь идти, давай. А, вот, седьмая глава книги Даниила. В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела. Начав речь, Даниил сказал, видел я в ночном видении моем. И вот, четыре ветра небесных боролись на великом море. И четыре больших зверя вышли из моря, не похожи один на другого. Первый, как лев. Второй, похож на медведя. Так, и видел я, еще зверь, как барс на спине у него, четыре птичьих крыла. После этого видел я в ночном видении, вот, зверь четвертый, страшный, ужасный, весьма сильный. У него большие железные зубы. Так, подождите, это не то. Да, это тоже про зверей, но не про тех. Ага, не, подожди, вот дальше. А похоже, нет, с откровением. Созверью. А? Ну, да кое естественно. Так, вот тут дальше. И видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхие днями. Это вот про Бога Отца говорится. Одеяние на нем было белок, как снег, и волосы головы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. И тут раскрылись книги. И вот тут о четырех зверях еще говорится. И вот эти четыре зверя, один лев, другой орел, голова орла, третий вала и еще один, как голова человека, человеческая. Вот, четыре зверя, они шли, говорит, одновременно шли все в разные стороны. Вот почему-то, однако, один лик человеческий берет, вола, ну и там говорится почему-то. Это, значит, царственность лев, орел, это самое высокое, это Евангелие, как от Иоанна. Царственность, это Евангелие от Луки, там показано, что он царь. Дальше там вола, это жертвенность и так далее. И лице человеческое, то есть человеческое лице. Это в Евангелии от Марка. То есть, Господь показался как человек. То есть, вот это вот тоже нужно знать. И поэтому, я пытаюсь, как бы, рассказать, почему именно сын. Потому что Господь должен был людям показать, как можно исполнять эти заповеди. А как это сделать? Ну, как только в образе человека. А почему уже сын? Ну, тут извините, почему тут никак не горится? Не могу ответить на этот вопрос. Он же сын, он же и Господь. Ну, да, он же и Господь, и Сын, он же и Дух Святой. Он же и Логос. Логос это Слово, которым сотворено все. То есть, и Господь отдал, говорит, все под ноги Его. То есть, получается так, как бы, вот Бог Отец. И Он, как бы, сам, Сын, творит. Сам творит Словом Своим. Как бы, ну, как из человека рождается Слово. Слово родилось, а потом дела идут. Вот не Слово, не Бого Слова. Ну, какое Слово? Слово Бога. То есть, сколько языков там? Ну, какое Слово? Как это понять? Слово, Слово, это Премудрость еще называется. Премудрость. София по-гречески. Премудрость. Премудрость, да. Премудрость. То есть, Премудрость, это... Вот почему именно такое дерево дальше уже? Почему тут у нас нос здесь? Еще две дырки, а не три там. Почему они здесь? Почему мы сейчас до сих пор ищем единорога, не можем найти? Вот с одним рогом. Носорог есть, а единорог такой, чтобы волну был один рог. А у оленя два рога, еще разветленные. Ну, что бы этот-то не остался, а мы не можем никак. Почему? Вот его бы интересно увидеть. Ну, у тебя больше дано. О, Олег, с двумя, вот так вот еще. А тут один всего какой-то. Нет мне интересного единорога. Или покажите дракона. Ну, вот такие мы, да. Ну, тут надо что-то придумывать, да. А Господь вот так сделал, сотворил. И нам хорошо должно быть. И нам этого достаточно, и все. Да он сказал, не думайте об этом. Вот вам слово читайте. Внушайте. Ну, тут об этом и говорится. Вера, и вера придет тогда, именно когда человек стремится. Они такие разные, их же переводят там на современный язык. Дело все в том, что... А что бы я вам ни говорил, я очень желаю, чтобы вы сами читали Слово Божие. Не слушали меня, как я об этом говорю. А сами брали и читали, и мне бы потом рассказывали. Да, и мне рассказывали. И тогда мы будем все одно. Но это будет все. Только на том свете будет. А синодальное непонятно. И там говорят, ну, говоришь о вечной жизни. Вечная жизнь, это как так? Это ж так скучно будет. Сразу так скучно. Вот почему скучно так? Это мне одногруппник говорил, то, что вот зачем, говорит, вечная жизнь. То, что вот есть жизнь, она ограничена, есть какие-то цели, задачи. Вот если она будет вечная... Какие там будут цели и задачи? Да, заскучно. Ну, тогда я ничего делать не буду. Там вечная, ну, и я буду не торопясь это делать. Такое понятие, что на пляже лежишь и ничего не делаешь. Да, на пляже, да, да. На пляже ничего не делаешь, не думаешь и ничего. Я говорю, чем тебе вот устраивает вот это жизнь? Он говорит, ну, как, ну, говорит, веселюсь, там, живу, в удовольствие. Я говорю, если бы ты знал конец своей жизни и день своей смерти, и вот он здесь скоро уже бы нарисовался, я бы еще бы больше стал веселиться, чтобы находиться прямо здесь. Перед смертью. Я говорю, и что? И ты помер, и что? Понимаешь, вот в этом состоянии, в котором он, я уже был. Я был. У меня это не просто не устроило, я от этого бежал. Я бежал, как вот в книге Джона Буньяна. Кстати, хочу начитать Джона Буньяна что-то прям сам. Володя мне тут посоветовал. Клетку мы за собой таскаем, да? Вот это тяжеленная ноша. Не клетка, а ноша. Огромная ноша. Мне завит эта ноша сильно. Ты читал Джона Буньяна? Нет. Ты не читал Джон Буньяна? А это название? Это название Джон Буньяна? Джон Буньян, это проповедник, да, религиозный, 16 века. Книги разные? Нет, у него и разные есть книги, но одна вот эта мне нравится больше всего. Называется...